Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 января 2017 года, вторник. Это наш первый живой эфир в новом году, в светском новом году. А по одному из старинных календарей 31 день месяца белого сияния и покоя мира 7525 лета шестица. Наш эфир будет посвящен теме «Бесконтактное пчеловодство». Автор с ведущей Андрей Кожарский. Здравия тебе, Андрей! Приветствую тебя, Алексей! И приветствую всех слушателей Славянского народного радио. Да, я прошу тебя немножко рассказать о себе, потому что ты у нас, хотя и мелькал у нас на YouTube-канале, и была такая отчётная передача с твоим участием, где ты давал интервью. Но всё-таки гость, так сказать, в живом эфире впервые. Поэтому немного о себе расскажи. Чем занимаешься? Что за человек такой? Какими делами интересуешься? Ну и так далее и тому подобное. Как, в общем, как я всегда говорю, докадился до жизни такой? Да, ну о себе любимом, конечно, можно много рассказывать, но постараюсь вкратце. Поскромнее, поскромнее, пожалуйста. Да, мне 48 лет. Последние 10 лет я занимаюсь профессионально фотографией. Плюс ко всему, уже лет 8 играю в театре, в небольшом профессиональном. Что ещё у меня там из моих увлечений? Ну вот, занимаюсь, четвёртый год занимаюсь колодным пчеловодством, или как его принято называть в последнее время, бесконтактное пчеловодство. Природой я увлекаюсь, ну не увлекаюсь, природа это часть моей жизни. С детства я, помню, в пионерском лагере пропадал в лесах, сбегал от всяких пионерских дел, и меня даже называли там года три подряд в пионерском лагере Дуримар. Такая у меня была кликуха. И вот я всё время думал, как же вот это моё детское увлечение, чем оно обернётся во взрослом возрасте, потому что и фотографией я занимался в школе, я очень любил её, и это стало моей профессией в последнее время. Ну вот театр как-то не вписывается, но это больше как элемент развития такой личности. Подожди, а там ещё и театр у тебя есть? Ты давай не утаивай, давай, колись. Ну да, я говорю, восемь лет я уже где-то играю в театре, называется оно «Оранжевое небо», и это был такой волшебный запрос у меня во Вселенную. Что-то у меня... Никогда я не был на сцене, ну там, может быть, пару раз на школьном КВН-е, и, честно говоря, очень сильно стеснялся этого, и вот страх публичных выступлений для меня это был такой один из самых сильных. И вот решил я его проработать, да, это не «Опчёлок» совсем, решил его проработать, и ходил даже, взорвал со столбов с фонарных объявлений в актёрскую студию, но как-то что-то меня там увело в другую сторону, и потом просто через где-то года полтора одна знакомая девочка подходит ко мне и говорит, слушай, Андрюх, там у нас... Я знаю, что она играет в театре, она говорит, у нас вот нужен актёр твоя фактура. Я говорю, слушай, я нигде не играл никогда... Ты не Дуримара, давай так, ты не Дуримара там играл, тебя не пригласили на Дуримара, может вспомнили там пенерские дела, молодость. Да, ну вот, в общем, я пошёл, со мной, конечно, там мучилась долго наша режиссёр. Первая моя роль была, это кот из спектакля «Как котёнок Гав друзей искал», все знаете, наверное, этот мультик, такой бывалый матёрый котяра, это вот я, такой несколько философ. Ты растёшь в моих глазах, ты растёшь. Да, сам по себе, да. Ну и ещё у меня там в других спектаклях роли, там в Пушкине я играю в маленьких трагедиях Лепареллу, Священника, Дон Карлоса, если кто-то помнит эти произведения. Потом вот «Гроза» Островского, тоже школьное произведение, я там играю Бориса, вот. Ну, ещё есть там такая скоморошина, очень симпатичная дурацкая сказка, я там играю скомаруха-дурака, вот. Ну, мне это нравится, я, честно говоря, живу этим давно, уже часть моей жизни. Ну, а вот последние годы я очень увлёкся пчёлами, давайте к ним вернёмся. В общем, получается, ты с детства интересовался природой, тебя особо не интересовали общественные какие-то дела пионерские, вот, и потом ты всё-таки к общественности вернулся через воплощение в театре, через игру в театре так получилось, фотограф, и вот, значит, через, я не знаю, через фотографии ты к пчёлам, как ты к пчёлам-то вообще пришёл? Ну, пчёлам, пчёлам, ну, да, давай я расскажу эту историю. На самом деле, это запустил этот процесс мой папа, он очень хотел иметь улья у себя, у нас на даче, да, пчёлами заниматься, и вот он покупал книжки, читал их, но так у него и не дошло, на самом деле, до этих пчёл, и вот он ушёл в другой мир в 98-м году, и вот мне как-то попались эти книжки пчелины, я их открыл и понял, что это так сложно, что, ну, я не смогу этим, это пчеловодство, вот такое классическое, как бы считающееся, такая серьёзная академическая наука, ну, я понял, я просто не потяну это дело, вот. А потом, когда я уже стал где-то в году в 2007-2008 году изучать тему вот родовых поместьев, поселений, кто знает, там, вот эта тема «Звенящая кедра России», мне в одной из книжек попалась конструкция улья, вернее, колоды, которую можно сделать самому, и она мне подкупила своей простотой, и вот у меня сразу вспомнилась эта мечта отца, и, как бы, моё ещё, моя любовь к природе и к энтомологии, конкретно, к насекомым, и у меня всегда сопровожались такие жучки, бабочки, гусеницы, вот. И я просто стал, как у меня такая рационализаторская жилка от отца передалась, я всегда искал способы упрощения сложных конструкций, потому что та конструкция, которая была представлена вот в этих книжках «Звенящая кедра России», она делалась из цельного бревна, я понимал, что это тяжело, или там из цельных досок толстых 60-мм, что это тяжело, это нужно где-то искать там станки для обработки, чтобы точно подходило. И однажды мне попалась просто конструкция каркасной колоды, и я в прошлом там в школе столер был на УПК, и я это быстро очень сделал, и вот тестировал ее на себе, поставил на дачу, которая 8 соток, эту колоду, и она у меня спокойно там до сих пор живет, три года прожила эта колода с пчелами вместе, и в общем-то вот все, что относится к классическому пчеловодству, вот с этими срамочными ульями, точно вот сколько, это как производство, да, вот рамочные ульи, это фактически производство меда, фабрика, такие мини-фабрики, и раз это производство, то ему естественно нужно уделять очень большое внимание, иначе как бы, ну, конвейер встанет, да, если проще говорить, пчелы там разлетятся, заболеют все, колода как раз, она все вот эти минусы рамочных ульев, она исключает, то есть тут просто мы ставим колоду, заселяем в нее пчел, и все, дальше вот все, что можно делать, это только наблюдать, вот, и единственное, где там вот контакт какой-то есть с этими пчелами, это тогда, когда мы собираем мед, вот, оно и называется бесконтактное пчеловодство, потому что фактически никакого контакта с пчелами мы им не мешаем, мы люди не мешаем пчелам самим делать то, что они умеют прекрасно. Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата Народнославянского радио, первые вопросы уже поступают, так что тема, я думаю, достаточно интересная и актуальна, потому что не только ты один стремишься к вот такому природному возделыванию, природному общению, природному получению естественных даров наших братьев, насекомых и животных, чтобы без насилия это все было в гармонии с природой, поэтому не стесняйтесь, заходите в чат Народнославянского радио, регистрируйтесь, пока еще старый чат работает, slavomir.org, здесь ищите слово чат, и после этого себе придумывайте логин и пароль, какой-нибудь простенький e-mail, напоминаю, что сложные e-mail иногда не воспринимаются, чат не нами написан, поэтому мы не знаем, как он там устроен, вот, и не можем чем-то вам помочь, если очень сложный будет e-mail, так что снисходительно относитесь к этому старичку, к этому чату, вот, так что задавайте вопросы, и Андрей по возможности ответит. Итак, все твое подноготное, в общем-то, ясно, все твое творчество тоже вылезло наружу, я рад, что ты столь разносторонний, разноплановый человек, и теперь давай уточни, мы с тобой встретились летом на одном из эко-фестивалей, и как раз ты там, в общем-то, не стоял, не рекламировал свою вот эту колоду, которая, кстати, у нас в анонсе и в записи эфира будет представлен, где-то такой, ты стоишь с дымарем, вот, а ты сидел и слушал других людей, меня это поразило, обычно все-таки люди, которые приехали, что-то рассказывают, они как такие зазывалы стоят в красных рубахах, кричат, а вот не проходи мимо, посмотри на меня, ей, подруга, посмотри на меня, делай, как я, делай, как я, а ты вот просто там мирненько сидел, тебя даже не сразу нашел, мне там человек, наверное, пять пришлось спросить, а чья это колода, кто такой хороший, добрый молодец, где он прячется, в конечном итоге вот указали пальцем тебя, и тот сказал, не-не-не, подожди, я сейчас вот дослушаю, потом уже пойдем, вот, почему все-таки у тебя интерес не, в первую очередь, не к тому, что ты представляешь, а почему ты там на фестивале ходил и слушал других людей, ведь в первую очередь твоя задача была рассказать о своей конструкции. Ну, знаешь, я так уже давно стараюсь встраиваться в какие-то процессы, то есть, чтобы оно, ну, как бы, как само идет, вот по чувствам идешь, да, то есть можно было там стоять, конечно, и привлекать людей, вообще это было вот этот вот фестиваль, это был фестиваль экотехнологии в этном мире, это было такое спонтанное решение, мы на самом деле вот как предпринимательством начали заниматься колодным пчеловодством весной, и там пока был сезон, это вот фактически до конца июня мы продали там свои первые колоды, поставили пчелы, это был такой экспромт, и когда я приехал на фестиваль, вот мы приехали, привезли заранее колоду, заселили в нее пчел, я приехал на фестиваль, и я даже не знал, что там, что и как мне все это дело рекламировать, честно говоря, и я подошел к организаторам и говорю, вот мы с вами созванивались, мы привезли колоду, вот, есть интерес у людей, я знаю, можно как-то это дело продвинуть, что ли, и они говорят, о, у нас тут девушка одна не приехала на мероприятие, и есть окошечко с часовым, ну, час для проведения семинара, хотите, я говорю, а я не готовился же ничего, ну, конечно, давайте вот так вот, провел семинар для людей, которые там были, людей было очень много, вот, но и я сам, я сам очень интересуюсь всей темой вот этой экологической, и мне безумно было интересно посмотреть и послушать, что люди рассказывают, семинары я провел, поэтому я засветился, уже те, кто меня видел, подходили там, спрашивали, мы встречались в течение вот этих дней, и, в общем-то, ну, вот я говорю, как-то все легко, я не запариваюсь по поводу вот каких-то таких вещей сильно, как пошло, так пошло, скажем так, вот, ну, как бы тема фестиваля мне очень была интересна, поэтому я посчитал, что сделаем ИИ, и я и представлю свой продукт, и познакомлю людей интересующихся, и сам почерпнул ту информацию, которая была представлена другими участниками на фестивале, вот, как-то так вот. Ну, то есть нет такого какого-то пренебрежения или конкурентности какой-то отталкивающей, и ты относишься, насколько я заметил, очень ровно ко всем людям, и мне это в большей степени порадовало, почему я тебя пригласил на эфир, не потому что, например, некого пригласить, а потому что я вижу, что ты искренне относишься к возрождению вот этого древнего направления, бортничеству, колодничеству, что очень близко к именно подходу русского человека по отношению к природе. Ну, ладно, теперь мы с тобой давай уже переходим к самим колодам. Итак, ты смастерил первую колоду. Вот эта первая колода, она и, в общем-то, была уже представлена в том виде, как я её увидел там на фестивале, или на фестивале это уже последующая колода с какими-то модернизациями, изменениями? Ну, скажем так, суть одна в них, просто вот те колоды, которые мы продаём, это, ну, они заводские, они так симпатичные, сделаны по всем канонам, вот что были описаны в книжках «Свиняющие кедры России», вот, и, ну, их можно предлагать как продукт. Вот, то, что я делал сам, это, конечно, такое кустарное, ну, оно работает, то есть, работает что-то, что-то абсолютно одинаково, другой просто как бы эстетический вид, и оно, он немножко отличается, то, что я сам сделал, то, что сделала, делается на маленьком заводике вот этих колод, только и всего. То есть эстетически отличаются больше ничего, да? Да, чисто эстетически и всё. А пчёлы, они не привереды, там эстетами они не являются, и скажут, да ну, в эту колоду я не полечу, вот в эту, вот, это заводская, они крупные. Нет, там у пчёл к колодам отношения абсолютно одинаковые, оно, скажем так, это жилище для них нетипичное, потому что, почему? Потому что из поколения в поколение, и многие поколения, они жили в улях, в рамочных. И вот, когда читаешь, вот, многие разные формы, группы, да, про колодное пчеловодство, там люди пишут, что проблема заселить пчёл, потому что вот они, засыпаешь их там в колоду, да, они слетают. То есть процент приживаемости достаточно низкий, если не делать там кучу каких-то ухищрений, не сидеть там с ними три дня, привьются они, не привьются в эту колоду. Ну да, там, типа того, потом бежать, если этот рой слетел, его опять ловить, если получится, вот. Ну, мы, как бы, там, придумали способ, так как у нас нет времени сидеть там и ждать, да, слетят они, не слетят, у нас есть способ, который мы используем для стопроцентной приживаемости. Это секретный способ? Да нет, это не секретный, просто вот рой, да, который поставляется, ну, который мы можем приобрести, он, естественно, улейный, то есть с рамочного уля, да, это тот пчелопакет, который продают обычные стандартные пасечники, и они туда вставляют в эту ловушечку, в переноску в такую, несколько рамок, обычно там пару рамок с расплодом и одна рамка кормовая. И для того, чтобы пчелы прижились, мы просто одну-две рамки вот с расплодом ставим сразу в колоду, там позволяет конструкцию поставить вот верхние части, закрепляем, и матка, если вот есть расплод, она никогда не слетит. Ну, по крайней мере, вот из всех тех колод, которые мы ставили, не было ни разу, чтобы были какие-то проблемы с этим. Так что тут, как бы, я секретов никаких не держу, наоборот, стараюсь, как бы, рассказать всем по максимуму, все, что знаю, поделиться, потому что задача перед нами стоит общая, возродить колодное пчеловодство. Прям как в Маяковске, у меня секретов нет, слушайте детишки. Хорошо, давай немножечко поговорим о том, в чем же польза от такого вида пчеловодства, как людям, так и пчелам, и польза вообще природе, и насколько ощущением, я, конечно, не представляю, что ты себя можешь вообразить пчелой, да, так, но все-таки насколько пчелам, на твой взгляд, и по каким соображениям уютнее и полезнее находиться именно вот в такой колодезной структуре, нежели чем в квадратном, обычном, привычном улье? Ну, там, скажем, несколько таких достаточно важных параметров, о чем ты спрашиваешь. Первое – это то, что колода фактически представляет из себя имитацию жизни пчел в естественной среде. То есть, по конструкции колода – это просто бочка наклонная, порядка там под наклоном 30 градусов, пустая внутри и с прорезанным литком по всей длине этой колоды. И она имитирует вот жизнь пчел в дупле фактически, как они исторически жили, да, в деревьях, в этих дуплах. Правда, сейчас таких дупел становится все меньше и меньше из-за того, что врубается леса, выбивается животное, и некому эти дуплы и делать, потому что дупло достаточно большое должно быть. И, в общем-то, колода, имитируя вот это вот дупло в дереве, скажем так, на уровне ген этих пчел, оно является для них максимально приближенным, естественным, потому что вот эти улья рамочные, которые придумали там, по-моему, в 1850 году и начали, ну, примерно вот в это время, в 17 веке, начали использоваться постепенно и захватили вот этот вот рынок пчел, условно говоря, они, это, ну, это устройство, придуманное человеком для того, чтобы выжимать из пчел максимум меда. То есть, фактически получается, что колода – это для пчел, а ульи рамочные – это для человека. И все, как бы, вот, вот и вся разница. Ну, плюс ко всему, колода подразумевает то, что мы вообще к ней никаким образом не участвуем в жизни пчел, потому что в улях пчеловод все делает, ну, многие операции делает за пчел, то есть он там их лечит, он там переставляет эти рамки, он их там перевозит с места на место для лучшего, там, на поля для лучшего медосбора, да, он там их лечит, подкармливает сахаром. И все эти действия, которые делает человек с пчелами, они фактически, ну, они со стороны человека направлены на то, чтобы пчелы жили и давали много меда, но для пчелы это все, как бы, дискомфортно, нарушение целостности семьи, и это пчелу ослабляет. И они, соответственно, если слабый, ну, пчелиный рой – это тоже организм, который имеет свой коллективный разум, ну, фактически как тело человека, да, если человек, человека постоянно ему давать какие-то костыли, все делать за него, то тело человека будет дряблым, болезненным, сниженным иммунитетом, и человек будет, ну, как бы, уровень счастья, его будет очень низкий, если так говорить, такими категориями. В колоде же семья, пчелина семья помещена, да, в естественную среду, и главный ее учитель – это естественный отбор. И вот в природе животные, пчелы, да, они, как бы, достаточно и здоровые, и сильные, естественный отбор там действует, то есть законы природы, например, там, если брать травоядных животных, да, то для них там естественным отбором является, помимо самой природы, еще хищники, которые убивают в первую очередь слабых, больных, старых особей, да, и из поколения поколения, вот, например, в стадии, в оленем стадии передаются гены здоровых, сильных самцов, да, и самок, да, вот, к потомству. Также здесь и с пчел, и с пчелами то же самое, то есть мы помещаем их, как бы, в естественную среду выживания, им ничем не помогаем, они сами выживают, но благодаря этому пчелиная семья становится здоровее, она сама справляется со всеми необходимыми пчелам операциями, она сама борется с болезнью, ну, благодаря тому, что иммунитет у них выше, пчелы сами борются с хищниками, вот там, с клещами, с теми же, да, и это, конечно, сказывается на качестве мёда самого, вот, потому что, вот, один из параметров, да, вот, плюса этого колодного пчеловодства, бесконтактного пчеловодства, это то, что продукт получается совершенно иной, нежели то, что представлено на рынке, и, в принципе, каждый человек, кто интересуется пчеловодством, может себе поставить на дачу такую колоду и иметь свой собственный мёд, который, ну, вот, можно переравнять к мёду диких пчёл, там нету ни сахара, которым пчеловоды все подкармливают, там нет лекарств, антибиотиков, этот мёд чистый, неразбодяжный, неразбавленный, без химии и так далее, то есть, вот, тема сейчас экологического питания, здорового питания стоит очень остро, потому что мы, наша страна, вот, прожила, там, сколько, 20 лет после перестройки, или уже 30, когда рынком управляли, скажем так, внешние силы наши, и те продукты, которые мы потребляем, они очень далеки от идеала, то есть, сами знаете, там и ГМО, и всякие консерванты, и химия, и что там только нету, да, и всё это влияет на здоровье человека, и вот такой продукт, как мёд, он тоже, он является одним из самых подделываемых продуктов питания на рынке, потому что, ну, очень трудно, человек на вкус не сможет определить, есть ли там сахар, есть ли там вот эти лекарства, которыми лечат пчёл, и вот только вот голодное пчеловодство и возможность вот так вот просто поставить у себя на уле колоду на даче, например, вот у меня на даче 8 соток, на ней стоит колода, да, и пчёлы дают мёд. Это возможность, простая возможность получать свой чистый, полезный, целебный, экологический продукт. То есть, получается следующее, если убираем химию для борьбы с вредителями, тем самым мы повышаем жизнеспособность пчёл, да, потому что химия, она заодно и пчёл самих травит, плюс ко всему… Переходит она, конечно. Да, плюс ко всему, естественно, это всё так или иначе передаётся и сотам, значит, и мёду, который там будет находиться, плюс ко всему это делает пчёл более вынослиными, более сильными. Да. И получается, как пел Винни-Пух, у них правильный мёд, что ли? Да, у них правильный мёд, то есть, благодаря тому, что семья сильная, они сами справляются с болезнями, то есть, они болеют, они, так как они здоровые и злые бывают, они защищаются от хищников, они хорошо зимуют и, в общем-то, живут, размножаются. В общем, всё, что должна делать пчела, они делают сами. Хорошо, но ведь получают… Я понял, но смотри, когда… Мы с тобой поднимали, как-то беседит разговор, но хочется и так ещё прилюдно тоже об этом упомянуть. Когда пчеловод имеет 20-30, а кто-то ещё больше улев, и по договорённости с какими-нибудь сельским хозяйством, где, например, гличиха или что-то ещё растёт, такое медоносы так называемые, вывозят туда, это хорошо и тем, кто выращивает растения, потому что идёт опыление, потом урожай больше. И, в общем-то, самому и пчёлам хорошо, они больше собирают, ну и, в общем-то, человеку, который пасечник, тоже зашибись, да, всё хорошо, замечательно. Тут вот тройственный союз такой образуется. А ты говоришь, что вот не надо никуда вывозить, ну так тогда получается меньше опыления, меньше сбора мёда, меньше дохода, пчёлы хуже себя чувствуют. Ну, то, о чём ты говоришь, это такой вопрос промышленный. И, конечно, вот есть очень хороший фильм, вот кто интересуется пчёлами, посмотрите, он есть в сети, он есть у меня в группе «Бесконтактное пчеловодство» ВКонтакте. Он называется «Больше, чем мёд». И там как раз очень много рассказывается о промышленном пчеловодстве и что это такое. То есть отношение к пчёлам – это не как вот к части природы, а это просто как бы механизм для промышленной, который встроен в другие процессы. Да, конечно, сады и растения нужно опылять, но всё это как бы влияет на качество мёда, потому что, во-первых, там, где большие поля, там, садов, либо каких-то культур, типа гречки, вот ты упомянул, да, там и обязательно используются пестициды, гербициды для того, чтобы уничтожать вредители. И я понимаю, да, о чём ты говоришь, то есть перевоз пчёл и опыление вот этих садов и полей – это, ну, необходимая вещь, да, но всё это сказывается, к сожалению, на качестве мёда, да, потому что и гибнут из-за этих удобрений, из-за удобрений, которым пересыщено растение, из-за пестицидов гибнут семьи пчелиные в очень большом масштабе, да, и пчеловодство становится даже, ну, фактически невыгодно. То есть там, вот если посмотреть вот этот фильм «Больше, чем йод», про который я говорил, там просто люди как бы работают по накатам, вот они пчеловоды, и у них прибыли очень маленькие, потому что вот из-за того, что используется кругом химия для обработки полей и садов, очень много гибнет пчёл. И, естественно, всё это, вся эта химия, если пчёлы выживают, она переходит на мёд. То есть вся эта химия оказывается в мёде, который вот люди приходят и покупают в магазине. Если это даже неразбавленный, неразбодяжный продукт, то всё равно он, скажем так, ну, яд фактически, да, яд-сырец, как там называет один парень. И, может быть, я запариваюсь по этому поводу. Я как-то в своё время прочитал, что есть, вот косметика есть для того, чтобы мы мылись, да, это там всякие гели для душа, шампуни, даже зубная паста, мыло и так далее, да. И туда добавляется такой химикат, называется лаурилсульфат натрия, он даёт очень сильную мылкость, но он очень вредный, и даже зубной пасте, да, то есть, знаете, всё это впитывается сразу через кожу в наше тело. И вообще наша кожа ест, да, то есть мы моемся всякими шампунями, мылами, да, и вся химия, которая там присутствует, она входит в тело и отравляет наш организм. И я там давно уже вот по этому поводу очень сильно задумался и стал сам делать мыло из натурального, вот без всякой этой химии, с добавлением эфирных масел, питающих масел, основа там такая органическая на 100%. И как бы вот этот момент я устранил. И так и здесь, я говорю, наверное, я просто сильно запарился, но я знаю тоже люди, которые у нас и мёд берут, и интересуются всем этим делом, и они тоже беспокоятся о своём здоровье, понимая, вот что сейчас продаётся в магазинах, и что-то моя мысль куда-то ушла. В общем-то про экологичность стала запариваться, как ты говоришь. Да, 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 и вот как бы вот это вот колодное пчеловодство, это тоже один из элементов. Я очень люблю мёд, и много его ел раньше, и ем сейчас много, когда, да, и вот это один из тех продуктов, которые я хочу, чтобы он был натуральный, реально, и целеверный. С другой стороны, получается следующее, что если, к примеру, человек вывез 10 улей на гречиху, кто-то вывез 10 улей в момент цветения черноклёна, кто-то вывез 10 улей, например, там, я не знаю, на белую акацию, получили три вида разного мёда, который вот с минимальными примесями, более-менее такой вот уникальный по вкусу, по составу и по целебным свойствам мёд. А тут-то получается, если человек у себя на приусадебном участке поставил колоду, никуда не вывозит, у него всё время разнотравие. В этот год разнотравие, следующий разнотравие, но побольше этого цвело, значит, побольше этого будет, побольше всего этого цвело. Тогда целебность мёда каким-то образом, может быть, проигрывает. Так я всё-таки пошёл в магазин, мне надо вот для печени, я взял для печени, надо для сердца, я взял для сердца, для мозгов, для мозгов, а тут всё на тебе в комплексе. Не является ли это ущемлением моих потребительских качеств, ущемлением потребностей моего организма, молодого и растущего? Ну, я считаю, что нет, потому что разнотравие – это фактически самый полезный мёд, который включает в себя всё и для печени, и для мозгов, и для сердца. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, я говорю, возвращаясь к этому, мы не знаем, что мы покупаем в магазине. Значит, вот, кстати, на этом фестивале, да, там парень из Ковчега выступал, и он как раз рассказывал, почему у него тема выступления, вот с которой ты меня пытался вытащить на интервью, почему гибнут пчёлы. И всё очень просто. Например, Китай, очень большая страна, да, она выпускает массу, просто огромный объём искусственного мёда. То есть, какой там варят... А продают за настоящий. Да, да, причём практически 70% вот этого искусственного мёда идёт на внешний рынок. И они там скупают пасеки, что там близко в Алтае, да, добавляют вот этот настоящий мёд, вот свой искусственный, потому что и вот мёд их, вот этот искусственный, он качество такого, что... Вернее, не качество такого, а он такого, что приборы, которыми тестируют мёд, они не определяют его, что этот мёд искусственный, да. Вот, и даже там такой параметр диастаза, они есть ферменты некие, и они делают искусственный этот фермент. И приборы, которые определяют, не говорят, что этот мёд искусственный. Вот, ну а как мы знаем, всё, что искусственное, ненатуральное, это, ну, получается, пчелиный продукт некий, да, это не мёд абсолютно. И вот мы приходим в магазин, и что мы покупаем, да, он там разного цвета, разного вкуса, разного запаха, но что внутри этой баночки, понять трудно. И когда ты покупаешь, не факт, что ты получаешь там здоровье для мозгов, сердца и печени, а, скорее всего, ты просто сажаешь там себе печень, мозги и сердце вот этим ядом, который находится в мёде. Потому что любое... Ну вот, взять птицефабрику, да, то есть большая скучность птиц, однозначно их кормят там биостимуляторами, которые непонятно, как работают, действуют на наш организм. И их, естественно, прокалывают антибиотиками, или там пищу им добавляют. И потому что если там одна птица заболела, то в такой скучности на птицефабрике это пойдёт эпидемия. И им, чтобы вот это погасить, они, естественно... И это относится также и к другим животным, и свиньям, и коровам. Много насчёт этого там всяких фильмов, передач и так далее. Кто интересовался, он это знает. То есть любая вот такая скучность, и вот получать свой мёд на своём участке, это единственная возможность каким-то образом застраховать свой организм от введения ещё какого-то дополнительного яда, помимо тех продуктов, которые мы покупаем в магазине. То есть вот с этой точки зрения надо на это смотреть. То есть получается, что вот мёд искусственный, который производится, даже где вот те параметры, о которых ты говоришь, более-менее приборами фиксируются, это всё равно, что молочный продукт сделан из пальмового масла с добавлением какой-то химии для того, чтобы получался цвет, вкус, запах, аромат и так далее, да? Конечно, конечно. Это же молоко, он его там поставил, сквасится в простоквашу, оно стухло и воняет. Наверное, кто-то это знает. Да, проводили эксперименты такие, на самом деле. То, что натурально, оно всё-таки не тухнет, оно как-то так становится... Ну, просто моется вкусной простокваши, как раньше в советские времена любое молоко было такое, хотя там три дня у него срок годности был, но как-то советская промышленность справлялась с этим, да? То есть вот и производили, и устраивало производителей, не знаю, может быть, конечно, там на дотациях всё было от государства, всё сельское хозяйство, но зато нация была здоровая. Ну, правда, алкоголем её там сильно выбивали, но это ладно, другой вопрос уже. Да, здесь такие вопросы возникают. Откуда знают говорящие про вот это всё? Ну, так можно поднять, наверное, какие-то справочники для того, чтобы понять, какие страны отказались от китайского мёда. Мы будем удивлены, но одним из самых крупных потребителей китайского мёда на сегодняшний момент является Россия. Да. А вот такие страны, как, например, Америка, Англия, они китайский мёд особо не приобретают. Да, в США был крупный скандал как раз по этому поводу, потому что у них как бы есть свои, ну, там, скажем так, многие законы, они работают лучше, чем у нас. И вот отношение там сертификации качества продукции, оно говорит о том, что мёд там должен быть такой-то, такой-то, и недопустимо, чтобы это был китайский искусственный. И там были перцы, которые занялись нелегальным ввозом этого китайского мёда, потому что он шёл там и через Россию, и через другие страны, то есть не напрямую из Китая. И когда это поднялось, там был страшный шум, этих людей посадили. Но всё равно, конечно, он там каким-то образом туда проникает, в Америку, я думаю. А Россия вообще в этом плане абсолютно не защищена. Поэтому я говорю, что мы покупаем в магазине, совершенно непонятно. Я тут, кстати, купил вот тоже прикол, вот вроде сам всё это знаю и интересуюсь в этой теме чем близко. Пошёл в магазин, смотрю, стоят вот эти кубы квадратные, продаёт мёд. Вот какой-то парнишка такой, азиатская внешность, типа башкирский мёд. Я подошёл, интересно, начал там беседовать с ним, и он мне начал рассказывать, вот тут есть мёд Акураевый, например, да. Смотрю, такой белый, прям белоснежный мёд, он говорит, с маточным молоком, очень вкусный, полезный. Там вот эта трава Акурай, как-то она даже на гербе башкирии есть, такое зонтичное какое-то растение. Вот, и говорит, купите, дал мне попробовать, какой-то такой аромат интересный был. Я взял там грамм 300 на пробу, пришёл домой, уже так взял ложку и понял, что я не могу это есть. То есть это просто какой-то химический продукт и с каким-то ароматизатором искусственным. Да, он приятный, но вот это вот прям всё тело чувствует, что это химия. И когда я полез в интернет, начал читать про этот Акураевый мёд, оказалось, что вот это обычный способ развода, когда вот рассказывают эту байку про герб башкирии, про там проматочное молоко, что он белый, потому что вообще эта трава в Башкирии не растёт в том объёме, чтобы можно было собирать чисто вот этот Акураевый мёд, а вообще он в Средней Азии, эта трава растёт. И вот все вот эти танцы с Бугном по поводу маточного молока и там полезности, это всё просто вот такой вот развод-развод. Вот у меня стоит эта баночка с этим мёдом уже месяца три, и я так говорю, люди приходят ко мне в гости, говорят, попробуйте, что это, и все воротят нос. Это вот, он похож на, что сейчас как-то модно, крем-мёд какой-то, да, то есть там совершенно непонятная структура у него абсолютно. Вот чувствуется вот этот ароматизатор химический, он вроде, ну как духи пахнет такой, приятный, тонкий, но это химический. По вкусу просто сладость, сладость какая-то, то есть понятно, там сахара куча, что-то это взбито туда. Вот, кстати, вот этот крем-мёд, который продаётся, вот, кстати, обратите внимание, его очень много продаётся сейчас в разных магазинах. Однозначно, чтобы держать вот эту структуру, есть рецепт, как делать из натурального мёда вот этот крем-мёд. Но там очень сложная технология, там долго его надо взбивать, и в конце концов он всё равно не держит вот эту структуру крема. И для того, чтобы эта структура сохранялась, такой эмульсии, туда добавляют химические эмульгаторы. Потом варят, и это всё дело, а уже там, вы знаете, что при 40, выше 40 градусов мёд становится, ну теряет свои качества, становится канцерогенным. мёдсерогенным, помимо прочего, что он там с металлом сконтачит, это тоже как бы для мёда не айс. Вот. И то есть получается, ну совершенно ужасный продукт, который, в общем, нельзя употреблять абсолютно. Да, уж повеселил. Давай несколько вопросов ещё задам, и потом перейдём к вопросам, которые уже в большом количестве появились в чате. Вот. А то, кстати, упрекают. Да кто это всё читать будет? Да будем мы читать всё, и будем отвечать. Итак, ты вот здесь не просто так, насколько я понимаю, сказал следующее, что с металлом, когда мёд соединяется, то в этом случае качество его теряется. Это первое. Второе. Про температуру. Ты сказал, что качество теряется выше 40. Вот. И у меня всегда возникает вопрос. Первое. А как тогда собирать? Если медогонка есть, у неё соты срезал, эти вот специально ножички, да, которые не перпендик... Ну, как или наоборот перпендикулярно стало, если... Она вдоль стала, да. Срезал вот эти все заглушечки аккуратненько, вот, поставил медогоночку, покрутил, хочешь руками крути, ходишь электромоторчиком, ну и нормально, вот тебе течёт мёд хороший, вкусный, замечательный, свеженький, ароматный. А тут как его собирать из этих бочек, которые ещё и под доклоном? Это же надо как и схитриться, чтобы туда залезть. Да, вот сборка мёда, такой процесс очень интересный. Ну, во-первых, конечно, вот сотовый мёд, который из колод, его ни в какую медогонку не вставишь, потому что медогонки все рассчитаны на использование рамок. То есть, рамка вытаскивается из рамочного уля, там срезается забрус металлическим ножом справа и слева, ну, с одной и с другой стороны, он вставляется в медогонку, и под действием снорбежной силой этот мёд выливается и идёт уже там расфасовывается по посуде. Так вот, с металлом, да, с соприкосновением. Ну, во-первых, любое соприкосновение с металлом даёт окисление, особенно, вот я знаю, люди хранят там человоды в этих в алюминиевых таких бадьях с крышкой такой, на защёлке, такие бидоны здоровые, вот, и вообще алюминий, это вот диоксид, оксид алюминия, которым покрыто сам алюминий, так, давай так, с алюминий он моментально окисляется, вот если там содрали с него там ногтём или там металлическим предметом с него содрали внешнюю стружку, он тут же окисляется, вот этот диоксид алюминия, и он токсичен алюминий, вот эта плёночка, и соответственно вот это как там мёд с ним взаимодействует неизвестно, но скорее всего там происходит какая-то реакция, и вот эта оксидная плёнка она переходит в мёд ядовитый, да, вот, ну, это конечно больше то, что я читал во многих разных местах, да, то есть вот окисление, вот если в алюминии там и яд переходит из посуды алюминиевой, плюс ко всему нарушается энергетическая составляющая мёда, то есть вот там описываются такие примеры, что вот мёд, когда взяли его, он там был густой, да, после того, как даже ложкой его взяли металлической, он, у него текучесть изменяется, он становится более жидкий, не просто так, наверное, всё это так и есть, да, значит, как собирается мёд с колоды, значит, какая там структура вообще в самой колоде, она наклонная где-то по 30 градусов, и пчёлы начинают отстраивать свои соты либо вдоль, либо поперёк вот этой бочки, как им понравится, начиная сверху и тянут соты вниз, то есть, вот этот наклон 30 градусов колоды от 20 до 30 градусов, он, во-первых, даёт им возможность протянуть соты от верхней крышки до нижней по всей длине колоды, плюс ко всему обеспечивается оптимальная вентиляция за счёт перепада, скажем так, высот, вот, благодаря наклону, идёт вентиляция в самой колоде, и она благодаря этому не плесневеет, потому что для пчёл влажность внутри очень критична для их нормального существования, потому что влажность это там сырость, это плесень и так далее, и так далее, которая там переходит и на соты, и особенно это актуально зимой, когда там осенний-весенний период, очень влажность воздуха высокая. так вот, каким образом собирается, то есть пчёлы тянут соты сверху вниз, значит, если мы заселили пчёл весной, начиная с мая, идёт роение, да, мы, скажем так, заселили весной пчёл, вот они всё лето собирали, всю весну, всё лето набрали мёд, натянули соты, и в принципе, чтобы быть, чтобы гарантированно они пережили зиму, если все остальные составляющие нормальные, да, вот, для той конструкции, то весь этот мёд идёт в зиму, для того, чтобы они перезимовали хорошо, потому что они всю зиму питаются этим мёдом, который они собрали. Мёд энергетик, благодаря ему пчёлы согреваются всю зиму, то есть они не спят, они находятся в таком заторможенном состоянии, и всё время едят мёд, благодаря этому там двигаются, создают температуру внутри клуба, они собираются в клуб, такой клубок вверху, вверху колоды, и вот, в общем-то, сидят в этом клубе, и когда холодно, они, идёт постоянно такая ротация, те пчёлы, которые снаружи замёрзли, они идут вовнутрь, те, которые внутри согрелись, они идут наружу, и вот такое движение всё, проходит все там пять зимних месяцев, ну, в нашей зоне, условно говоря, матка всё время сидит внутри в тепле, при этом, вот, и мёд, который они собрали, особенно, когда он экологически чистый, натуральный, он их поддерживает, понятно, если там много химии, если в этом меду сахар, обычно пасечники рамочные забирают весь мёд и подкармливают инвертированным сахаром всю зиму, пчёлы от этого болеют, семьи гибнут, то есть большой очень процент того, что, как бы, пчёлы не доживут именно из-за того, что мёд некачественный и семьи слабый, вот, и, так вот, первый сезон у нас пчёлы остаются вместе с тем мёдом, который они собрали на зимовку, это, наверное, вот, если брать, там, стандартную колоду, там, 200 литров, это, наверное, одна треть колоды, вот, и уже после того, как прошла зима и прошёл следующий сезон, они дотягивают, наверное, две трети уже колоды, и вот осенью, с наступлением первых заморсков, когда пчёлы собираются опять в клуб, можно собирать мёд, вот, забрать, скажем так, одну треть, вернее, вот, половину из того, что они собрали, вот, всего. Собирается, да, это подрезаются соты каким-нибудь острым прибором, желательно всё-таки, если бы это будет, там, какая-то деревянная, деревянный нож из крепкого дерева, либо керамические, вот сейчас ножички продаются аккуратненько, и складывается в деревянную кадушечку, чтобы вот не было контакта с металлом, вот, рекомендуется, да, все вот эти химические, пластиковые ёмкости, естественно, металлические, если мы хотим, идеально, на 100% экологический продукт, ненарушенный вот этим посудой, да, металлом, то есть, собираем деревянные кадушки, эти соты, потом можно с ними делать всё, что хотите, либо есть сотовый мёд, либо выжимать его, ну, соответственно, медогонка у нас уже сразу отпадает, потому что рамок нету, ну, выжимать можно разными способами, можно сделать там элементарные деревянные прессы, можно выжимать его через холстину, чтобы, кто любит жидкий мёд и не хочет, там, чтобы соты у него там в зубах застревали, ну, разные есть любители, вот, вот таким образом, как бы, собирать мёд, хранить мёд, лучше ли вот, либо в деревянной кадушке, либо в глиняной посуде, то есть, такие вот нейтральные, как бы, ёмкости, которые никак, пластик, потому что мы знаем, да, он всё равно как-то фонит, там из него какие-то составляющие выходят, они тоже идут в мёд, и металл, уже говорили про это, он и окисляет, и нарушается энергетическая структура продукта, вот. Ну, то есть, вот так вот взял, открыл донышко снизу, и как резанул одну треть, так на глазок, да, пчёлы тебе сказали, ну, наконец-то, облагодетель ты наш пришёл, убрал у нас лишние избытки, да, излишки, вернее, излишки. Да, да, ну, пчёлы, я уже говорил, да, то есть, сбор лучше делать, когда уже наступают заморские, пчёлы собрались вверху колоды, везде, скажем так, в клуб, и у нас вот вся эта часть, которая внизу и открыта нам, она фактически свободна. конечно, там охранницы будут выходить и интересоваться, в чём же дело, кто посигнал на их мёд, но, в общем-то, целостность клуба, она останется, и, ну, будут там, какие-то пчёлки попадут в мёд, да, к сожалению, но тут уже ничего не сделаешь. А вот эти способы, там, дымарь, тот же самый, шапочка, можно подстраховаться, просто я знаю, там такие пчеловоды, такие бывалые, да, они уже там и без вот этой маски, и без перчаток работают, там, кстати, вот один из способов, чтобы руки не кусали открытые, да, нужно их дымарём перед этим продымарить, чтобы дымом руки пропахли, тогда пчёлы, как бы не так сильно кусают или вообще не кусают, ну, это один из таких хитрый способ, ну, это я у пачечников посмотрел, есть народ, который вообще не парится, но это нужно войти в такое определённое состояние сознания, изменённое, да, когда пчёлы тебя не воспринимают как угрозу, потому что пчёлы, конечно, всё чувствуют, они чувствуют и настрой, и агрессию, вот очень, как бы, ну, это прям, на примере, да, то есть, вот я приезжаю на дачу с города, то есть, вот это пропитан запахами вот этими, да, городскими, то есть, вот там, вот этот, загазованность, да, вот пища, которую мы едим и так далее, опять же, энергетическое моё состояние, потому что мы здесь в городе живём в таком, такой раж, постоянно какая-то гонка, да, нет спокойствия для ума и для тела, и вот приезжаешь на дачу, интересно же, я же люблю своих пчёл, подхожу, и сразу первая пчела вылетает, охранится, и меня там, щёку, бабах, вот, типа ты что сюда припёрся, или что сюда привёз? Ну да, ну, кстати, причём пчёлы, кстати, кусают в какие-то определённые места, они лечат, то есть, у нас много всяких энергетических выходов на теле, ну, аккомпунктурные точки, да, и они часто вот, кусая, всё равно делают пользу, то есть, она там щёку кусает, это значит там, печень там, ну, определённо там подлечила, я уже интересовался, что за точка такая интересная, потому что у меня в неё там несколько раз пчела кусала, вот, в таком состоянии, вот, а когда на дачу уже, вот уже сейчас, я когда приезжаю, я сперва там схожу, там, бочки обмоюсь, вот это дождевой водой, там, пысяком я всегда на дачу хожу, сольюсь с природы, уже можно тогда спокойно подходить, уже, когда вот я вот эту бешеную энергетику городскую всю слил, с водой в землю, она ушла, запахи вот эти резкие городские, с тела смыл, да, тогда они уже нормально меня воспринимают, вот, ну, а так, в принципе, конечно, когда ты мёд собираешь, запах мёда, это для них такой, сразу фактор агрессии, вот, для пчёл, они, конечно, проявляют интерес, конечно, летом это был бы активный интерес, вот, ну, а зимой там охранец какие-то вылезают, основная масса пчёл сидит в клубе, поэтому собирать легче. Тут такое уточнение, ты сказал, укусила, а тут такое, пишет тебе, у пчёл нечем кусать, у них нет зубов, они сжалят, у кого зад, у кого зад кусает. Да, да, ужалил, ужалил. Хорошо. Ладно, у меня ещё вопросов кучи, конечно, ну, давай, всё-таки, вопросы из нашего чата позадаю. Антон, вопрос тебе написал, крепкого и доброго здравия, что поведать можешь про наклонные улей колоды, стоящие на подставках ножках, как и где лучше сохранить мёд в тепле, прохладе, холоде, знаком ли тебе алтайский старец Маздай Детра, Борис Иванович Володарский. Благодарю. Нет, к сожалению, деда-старца я не знаю, но всё ещё впереди. Как сохранить мёд? Ну, мёд хранить нужно при температуре, примерно там, комнатной температуре, сколько там, 20-22 градуса, он лучше всего хранится, то есть, не надо его замораживать, тоже там, он как-то теряет своё, ну, вот если он не в самой колоде, да, то есть, собранный мёд, он теряет как-то свои качества, вот, хранить его либо в деревянной, либо в глиняной посуде, вот, если надолго его закрывать, глиняную посуду, она, кстати, мёд, достаточно такой, текучий, и, глиняная посуда должна, либо быть обожжена, потом с этим, внутри, с глазурью, либо её просто, очень просто делать, если это обычная керамическая посуда, первого, ну, одного обжига, без глазури, да, то её просто кисточкой, расплавленным воском, внутри, там, обмазывают, да, и сверху можно там тряпочкой, тоже промасленный воском, закрыть, и вот это будет оптимальная, скажем так, посуда для долгого хранения мёда, если вы хотите его долго сохранить. Хитрый ты какой, оказывается. Хорошо, но здесь был первый вопрос, про улей колоды, которые стоят под наклоном, на ножках-подставках, что ты поедать можешь? Ну, в общем-то, мы про них и ведем, там, на рисунке-то изображённой картинки у нас в анонсе. А что про них? Вот конкретно, что за вопрос-то? Ну, вот мы про них, в общем-то, и говорим. Ну, давай дальше, будем про них. В общем, этот вопрос задал нам цель нашей беседы. Вот мы вокруг этого вопроса будем строить все ответы на вопросы других радиослушателей. Мы говорим всё время вот именно об этих наклонных колодах. На ножках-подставках, да. Да, на ножках-подставках, да, вот это вот. Милослава. Дальше, дальше. Милослава, вопрос в эфир. Андрей, доброго вечера. Интересуюсь колодием, пчеловодством, недавно. С чего же стоит начать? С чего стоит начать? Ну, начать нужно с того, чтобы либо самому сделать, ну, может быть, у вас есть муж или друг, не знаю, кто может сделать, либо приобрести. Может быть, она сама умеет рубанных в рубах держать с пилой. Ну, да, может быть так. На самом деле, вот про то, что я говорил, каркасная конструкция, это самая простая конструкция колода, которую можно сделать, причем в домашних условиях, я их делаю на кухне у себя. В общем, нужно для этого там пила, дрель, отвертка, в общем-то, и все. Значит, в группе по бесконтактному пчеловодству, что на Фейсбуке есть группа такая, что ВКонтакте там есть фотографии и рассказ про то, как эта колода делается. То есть, это, ну, и дешевле, чем покупать готовую у кого-то. Опять же, там, вашей энергетикой пропитано все это, потому что ручками вы сами делаете, это как бы продукт, тоже натуральный продукт получается. То есть, вот вы сделали колоду, нашли место, где поставить у себя на участке, ну, кстати, сейчас могу чуть-чуть поподробнее рассказать про то, где ставить. Плюс заселить в него пчел. Значит, первый раз это, конечно, желательно кого-то пригласить, кто это умеет делать. Вот, потому что я первый раз тоже приглашал своего товарища, он мне их заселил, дальше я уже все это делал сам и уже делают совершенно свободно и там для других людей. Вот, по поводу того, где ставить колоду. Если у вас большой участок, то, в принципе, там гектар или там больше, то проблем нету. ставите там, где удобно. Обычно ставится, чтобы они вас не беспокоили, вы их не беспокоили, обычно ставится литком на юг. Желательно, конечно, чтобы они были, там, какой-нибудь деревца росли, чтобы притеняло эту колоду, но не сильно мешало для вылета пчел. Если у вас маленький участок, вот тут как бы сразу возникают несколько вопросов. в первую очередь, чтобы вам пчелы не мешали, да, в вторую очередь, чтобы с соседями не было никаких проблем. Значит, у меня стоит колода близко к забору и вылет у них вот в южную сторону, он через соседский участок. В общем, договаривайтесь с соседями. Да, кусали моих соседей пчелы немного. Вот он косит траву, например, триммером напротив колоды, может там кусануть пчела, потому что они чувствуют, слышат боль травы, по всей видимости, там есть какой-то... Просто у них пищу отнимают, понимаешь? Да, пищу отнимают, потому что там растут всякие цветочки, вот он косит, ну в пузо его укусило. Ну я ему там... Пришел с баночкой пустой, а с баночкой полной? Да, даю ему баночку меда, пергу, подмор даю, рассказываю, очень полезная вещь, как им пользоваться. В следующий раз уже два соседа косит, да, с утра? Ну у меня вот один сосед только выходит. Ну к нему же гости приходят и говорят, а у тебя триммер еще один есть? Есть, пойдем. Ну в общем, как бы вопрос этот решается, есть ли у вас хорошие отношения с соседями. Если нехорошие, то там, ну вот, по закону как-то там ставится двухметровый забор, вот, глухой, причем, вот в ту сторону, куда пчелы вылетают. Но у нас рабица и проблем нету. Ну да, в общем, для чего ставится высокий забор, что пчела сразу поднималась наверх, уже над человеком пролетала, а не над уровнем пуза того же самого, да? Да, да, да. И прилетала обратно так же. Вот не унимается вопрос, чем же все-таки пчелы кусаются? Да жалят они, жалят, ну просто привычно так говорить, кусаются. для многих это понять, кто не занимается пчелами. Да, уж извини, так получается, тут вот писал, Гать написал, когда был маленький, хотел пчелку погладить, а она меня как тяпнула за палец, орал сильно, сильно, и в садик тогда ходил, я помню. Вот видишь, тоже тяпнула, не ужалила, а тяпнула, то есть вот тяпнуть, укусить, это простые слова, так что не расстраивайся. Да, ну вот, кстати, про ужаливание, да, на самом деле, вот, те пчелы, которые летают, собирают мед, они совершенно спокойные и не агрессивные, то есть, есть у них там каста охранец в уле или в колоде, да, которые вот контролируют пространство, там, порядка трех метров вокруг уля или колоды и следят, вот, что там происходит, и они могут ужалить. Если вот пчела где-то там в поле, если вы ее не придавили, то она никогда не ужалит. Даже оса не ужалит, и шмель, и шершень, никто не ужалит, если вы ее как-то там не придавили. Потому что можно даже просто взять, намазать палец медом и вот к пчеле поднести, она будет сидеть, слизывать этот мед с пальца и никогда не ужалит, никогда. Ну, насчет тост ты погорячился, мы как-то с собакой пошли к лесу ближе гулять в поле, слышишь, какой-то такой нарастающий, что такое, как будто включился мотор какой-то. А вот смотрю, собака начинает просто кубарем летать, и вокруг меня тоже звук начал усиливаться. О, мы оттуда, о, мы оттуда скорость это дали. Там гнездо было, скорее всего, под землей где-то раз. Она раскопала, видимо, да. Да, и для них это как бы тоже агрессия. Агрессия, да. Агрессия. Ну, хорошо, вот все-таки отвечая на Милослава, вопрос, с чего начать. Досочки какие брать, шириной, какой толщиной? Ну, знаете, я использовал вообще самое элементарное, это там делать такие рамки, подрамки, так она, колода имеет двухслойную конструкцию, то есть подрамник из рамок таких квадратных, там, толщиной 40-45 миллиметров, внутреннюю часть я обивал вагонкой липа, либо береза, вот нейтральное такое дерево, да, верхнее уже можно там елка, сосна, вот что подешевле, внутрь закладывал утеплитель, ну, натуральный. В общем-то, такая каркасная структура, получается, ну, дверцы делаются точно так же. Проще посмотреть, вот я говорю, в группах бесконтактного пчеловодства, там есть фотки, очень простая конструкция, все очень понятно. Диаметр, диаметр какой должен быть, примерно, в 30-40-50 метров? Ну, по классике, там, 120 внутренне на 40, ну, вот я там мудрил-мудрил, там, где-то нашел, там, описание золотого сечения, чтобы размеры соответствовали какому-то такому золотому сечению, там получилась где-то 120 длина внутренняя, ну, внутренняя, и 46 на 46 вот ширина с высотой, условно говоря. Нарада 314 пишет, второй раз слышу охранницы, что они, девочки, что ли? Ну, пчелы, все, кто обслуживает улей, это самки. Значит, самцы, это трутни, которые несут только одну функцию в улье, это оплодотворение маток, ну, и как бы инь-янь, некая такая гармонизация внутреннего пространства. Все остальные, вот рабочие пчелы, охранницы, те, кто обслуживает внутри, там, расплод, это все самки. Все рабочие пчелы, это самки. Трутни, он даже не имеет жала, его можно, он такой крупный, такой бомбовоз, их видно, они когда прилетают, так, после небольшого облета, они так, это, на леток, так, бух, могут там долбануться в стенку, такие они неуклюжие, смешные, их можно брать в руки, они, ну, без жала не кусаются, у них такой, они покрупнее, у них попка не острая, а тупая, вот, и вся функция у них заключена в том, что, я говорю, я так понимаю, с энергетической стороны, это как бы баланс вот этой женской части, они обеспечивают, и для того, чтобы оплодотворить матку, причем, я так понимаю, не свою матку, а с других ульев, вот, они вылетают, когда матка родилась, она вылетает из улья, из колоды, да, порядка там на высоту 20-30 метров, по-моему, и издает определенный запах, и его чувствуют за несколько километров труднее, и вот они все слетаются на то, чтобы спариться с этой маткой, спаривание тоже происходит в воздухе, вот на определенной высоте, причем для трутня вот это спаривание, это фатально, потому что его причиндалы остаются в матке, и он потом сразу умирает, плюс ко всему, да, у них такая, у мужиков печальная судьба, конечно, вот природа, она вот так вот распорядилась, да. А некоторые женщины скажут, а нечего кобелям гулять налево, да, да, в своем там вырастили улья, а тут все на чужих смотрят, да. Я часто читаю там какие-то такие комментарии страны женские, такие язвительные, да, вот и осенью трутней просто выкидывают из улья, потому что когда, ну, чтобы они зимой не ели мед. Чтобы мед не жрали, вот такие вот самки. Просто выгоняют и обратно не пускают, и убивают, если те там сопротивляются и сидят там в улье долго, и вот наступает осень, я смотрю там вокруг там листики желтые, сидит на листике такой печальный трутень, еще живой. В общем, жалко его. Ну, вот природа, она и мудра, и жестока, вот тем не менее, но для того, чтобы жил рой, вот мужики идут вот на такие на жертву. На жертву, да. А девчонки злорастуют тут, злорастуют, да. Понятно, понятно. Но с другой стороны, если бы они не оплодотворяли из других ульев, маток, то в этом случае бы раи вымирали. И вот тут как раз тот самый знаменитый закон Рита, который очень сейчас популярен везде в интернете, во многих чатах его можно встретить, он как раз очень сильно проявлен и четко отражен, что в своем рои не ищи жену себе, а из другого бери, так и как-то вот так вот. И за сколько километров этот запах слышен и пролетают из других, то есть вот нет такого близкого скрещивания. Так что в природе все очень правильно в этом отношении. Надо роем жить, ребята, роем и девчата. Но только так с самцами там поосторожнее, ладно? Так, хорошо, идем дальше. Теперь вот поставили домик, вот этот вот все хорошо, замечательно. И на юг, ты говоришь, да, разместить? Да, леточком на юг. Не мешать никому. Ну, юг, юго-восток, да, чтобы солнышко их там согревало и они там быстрее начали работать. Есть такая тенденция, очень знакомая мне, когда знакомые пачечники начинают ули свои или утеплять на зиму, или убирать в омшанники, или кто-то в подвалы заносит, или кто-то в погреба. Есть даже знакомые, которые несколько раз в колодцы опускали на подъезде. Ну, правда, там малое количество ульев. Ну, не могу сказать, что все выживали, кто-то там погибал, но вот говорили, что это обязательно делать. С колодезными делами как обстоят дела? Что нам нужно как-то убирать? Не нужно? Ну, колода у нас по своей конструкции и по жизни, для жизни пчел она как бы приближена к боевым условиям, скажем так. То есть, вот те колоды, которые сделаны из монолитного досок, да, или из бревна, они имеют толщину там 50-70 сантиметров в среднем, и в принципе вот этой толщины достаточно для того, чтобы нормально перезимовать. Ну, каркасная конструкция из вагонки и с утеплителем, она тоже имеет там такую же толщину, порядка там 60-65 миллиметров, и этого достаточно для того, чтобы пчелы нормально перезимовали. потому что в принципе вот думают, что там они там согревают весь улей, нет. У них все тепло, оно внутри клуба, там порядка температуры зимой поддерживается от 20 до 30 градусов, вот, и внутри в самой колоде, где пустое пространство, там температура такая же, как на улице, и разницы нет никакой. Просто разница, вот самая критичная, вот три параметра, так, с этой стороны, три параметра для нормальной зимовки пчел. Какие? Это, первое, это наличие меда, чтобы его было в достатке, да, чтобы пчелы могли его есть и благодаря этому энергетику согреваться. Значит, второе, это чтобы была оптимальная влажность, чтобы не было сильной влажности, да, и вот, как бы, конструкция самой колоды, вот этот длинный литок, он обеспечивает нормальную вентиляцию и лишняя влага выходит, да, и третье, это отсутствие сильных перепадов температуры, и вот сама колода, она, как бы, вот благодаря толщине стенок, она нивелирует вот сильные перепады, когда там солнце, потом вдруг солнце ушло, там холод быстро наступил, да, и то есть внутри колоды температура так постепенно поднимается и постепенно опускается, потому что если будут резкие перепады, то пчелы будут соответственно волноваться и больше двигаться, проявлять какую-то активность, соответственно, они будут потреблять больше меда, что скажется, если его там недостаточно, может там не хватить, например, к концу зимы, да, и они там все помрут от голода. в ульях же стенки достаточно тонкие и их поэтому заносят вот в эти омшайники, там в бане, куда угодно, чтобы они просто элементарно не вымерзли. Вот, хотя вот я знаю у меня там и пачечники, с которыми там дружим, и друг у меня есть, у него лежаки, там где-то два с половиной, три сантиметра толщина стенок, и они никуда их не заносят. Ну, сейчас зимы такие, в общем-то, ну, в нашей области не очень суровые, да, вот тут были морозы три дня, подержались и все, три-четыре дня, а так зимы достаточно мягкие, и, в общем-то, уже народ и не заносит в эти омшайники, даже обычные ули. Так что, вот, главное, чтобы была еда, чтобы не было сильной влажности внутри колоды, и, в общем-то, и все. И семья при всех остальных составляющих нормально перезимует. То есть, морозы под 40, которые тут у нас несколько дней стояли, им не страшны? Ну, 40 не было, там 31 где-то. Не знаю, не знаю, у кого там не было, у меня на градуснике под 40 было, так что все нормально. Ничего себе. Ну, нет, все равно, в принципе, вот колод там выдерживает нормально до 50 градусов, ну, конечно, все равно всю зиму же не будет, там, да, какие-то короткие такие промежутки и тенденция идет к потеплению. Хотя эта зима вот по сравнению с прошлыми сильно отличается от последних многих лет достаточно. Ну, ладно, суть в том, что неубираемые, да, вот эти вот неубираемые. Во-первых, двигая улей, мы нарушаем как бы такую геопривязку к месту, что тоже для пчел как бы вредно, они привыкают как бы к одной энергетической составляющей, и это для них стресс, то есть мы убираем вообще колодами любые стрессы, которые вот присущи рамочному пчеловодству, когда их там вывозят на многие километры и все лето там и не один раз могут за лето перевезти, это все ослабляет семью, то есть когда смена, ну вот вы там представьте, представьте, вы постоянно переезжаете вот за лето там переезжаете два-три раза в разные квартиры, да, я думаю, это будет отражаться и на самочувствии, и на психологическом состоянии. У насихомых это еще более критично, потому что они как бы на одном месте привыкли жить, вот они дупле живут, семья, она живет вот всю жизнь этой семьи, этого роя там. Ну в общем понятно, ничем не укрываем, ничем нет, даже в 40 градусов все равно не накрываем. Ничего не делаем, вот все, что я делал, вот у меня друг там пащечник, у него такие обычные ули, да, вот по первому году все, что я делал, все, что он советовал, вот ничего не надо делать, потому что конструкции совершенно разные, что колоды, что улья, и в отношении вентиляции, и всех прочих дел, и вот то, что подкупило меня и многих людей, которые увлекаются колодным пчеловодством, это простота, то есть вот вы поставили, и все, ничего не надо делать, пчелы все сделают сами, вот, и поделятся с вами благодарность излишками меда, и все. Так, представляешь, осенью тебе тук-тук-тук, хозяин, мы тебе благодарность мед принесли. Ладно, подробности будем выяснять по ходу нашей передачи. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей. Мой дед занимался пчеловодством и при этом хитрил, кормил пчел все-таки сахаром, как мне рассказывали родители. Скажи, будь добр, как вот такая хитрость влияет на качество меда и на саму жизнедеятельность пчел, по твоему разумению. Но ты уже частично сказал, если только добавишь что-то. Ну да, ну смотрите, очень просто все, здесь все просто с сахаром. Открывайте там интернет и ищите там из чего делается сахар. То есть там куча всевозможных химических процессов происходит, и вот это не натуральный продукт, тоже сахар. И он для человека вреден, почему он будет полезен для пчел. То есть я знаю, что вот от этого, от сахара там пчелы и поносят, мягко выражаясь, да, зимой могут поноситься и болеют, и в общем и умирают. То есть вот у пасечников на самом деле они вот очень часто такие вот странно, да, такие очень агрессивные. Вот у меня в Ютубе еще как бы канал, я там видео выкладываю, ну вот читаешь вообще вот от людей идет агрессия такая непонятная. Ну я же, ну что, я им мешаю, что-то, чего-то как-то. Они вот прям так очень зло комментируют там видео, странные люди. Например, как они зло комментируют? там бред там и вот это еще мягко, да, то, чего мы занимаемся, там кроликов разводить, ну типа это все это обман, все это фигня, ну там можно зайти в Ютуб, поискать вот мой канал, он как бы мой именует, и ссылки в группах есть на эти видео, и там под каждым видео находятся такие тролли, которые вот очень грязно ругаются, фу, неприятно, но я их не убираю, пускай, ну если мата нету, то я оставляю все эти комментарии. Ты добрый, да? Да, я, я, либерально-толерастный, не, 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 я не такой, Алексей, я не, вот это вот, толерастный, не приписывай, не приписывай мне, либерастность, нет, это не ко мне. Не приписывай, понятно. Я на самом деле вот с этими троллями я часто просто как бы вырабатываю в себе скажем так, такую стойкость вот против этого всего, потому что, ну, жизнь встречаешься со всяким, и реактивить, это значит, ты от них чем-то, если ты среактивил, значит, ты как-то от них зависишь, вот, как-то вот тебе это задело, да, значит, это там есть внутри меня, я стараюсь эти вещи как-то внутри себя нивелировать, поэтому, ну, пишут, собака лает, ветерносит. Вот, да, вот по поводу сахара вот рассказал, да, сахар это химический продукт, он вреден и для человека, и для пчел в том числе, и они болеют, слабеют, и в общем-то, вот, кстати, интересно тут, знаете, в Коломенском проходит ярмарка меда, да, периодически. кто ж не знает-то, да, еще при Лужкове началась, да. Да, я тоже туда ездил, даже там с ребятами из Башкирии познакомился, все знают, вот известный бренд башкирский мед, и я говорю, ребят, ну, вот вы, у них там 150 ульев, они их там возят по разным местам, где там поля цветут, вот, для того, чтобы собирать этот мед. Я говорю, ну, вы что, сахаром-то кормите? А они говорят, нет, не кормим, я говорю, круто, но мы на зиму им кладем целлофановый пакет, в котором мед с лекарством, чтобы они не кормили. Вот это круто, то сахар, это детский лепет, вот это круто, там небось аспирин, димедрол, аналегин, там, да, что-нибудь такое. То есть, вот, как бы, опять же, вот любое производство такое промышленное в больших масштабах, вот, как птицефабрика, да, например, да, вот разница. Это вот мед, вот тот колодезный, который, колодный, да, который вы будете получать, это вот курочка, ну, просто говорить, курочка в птицефабрике, да, и вот курочка в деревне, курочка в птицефабрике, это которая живет в клетке, у которой там отрезают клюв в детстве, там у нее уже когти сросли с этой сеткой, да, она не видела солнца ни разу в жизни, не испытывала никаких человеческих чувств, условно говоря, и все это, как бы, отражается, там, кормят антибиотиками, биостимуляторами, все это в мясе, конечно, вот то, что мы едем, ну, я не ем, я 10 лет уже мясо не ем, то, что продается в магазинах, это, ну, бомба просто вот ядовитая, плюс вот энергетика, да, вода же у нас структура такая, которая энергетику передает, и вот весь этот страх, боль, мучения, она вот присутствует вот в жидкостях животных, и вот сравните там курочку, которая в деревне, да, там травку ест, солнышко радуется, там кузнечиков, там гусениц всяких тоже кушает, хозяйка знает каждую курочку, свою по имени, и называет ее ласковыми словами, и так далее. Да, но осенью бошку рубит все равно. Ну, да, тут как бы такой момент есть, Будьте мои хорошие, тебе поговорим. Да, но тем не менее, вот разница, она огромная просто, она все равно очень огромная, вот продукт имеет. Ну, для примера так подсказывать, тоже и с пчелами точно так же, как бы... Понятно. В общем, в отличие от тех ребят, которые мед наполняют лекарствами, ты просто им аптечку ставишь, говорит, ребят, если нужно, вот отсюда возьмите, я вам в мед ничего добавлять не буду. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Антона. Ты в колодах подобие жердей ставишь? А, ну, ставят иногда, нет, я не ставлю, ставят иногда туда в распорку палочки, чтобы соты не обсыпались, если жарко. Я думал, как на сердце для пчел, я уж испугался. Да, нет, это вот именно для этого. Ну, нет, я еще не ставил. Там, на самом деле, такая вещь происходит, когда колода новая, могут соты сверху, какие-то соты, если жарко, жаркая погода, они могут от тяжести упасть вниз. Вот, когда уже там, скажем так, наезженная потолок уже сотами, да, там уже, ну, все, сцепление хорошее, они уже падать, скорее всего, не будут. Вот, нет, я не ставлю, но, в принципе, можно ставить, единственное, потом будет неудобно собирать эти языки, выломать, потому что палки эти будут мешаться. Если ставить, то там, ближе к гнезду, ну, вот, в самом верху. Ну, две трети, которые ты говоришь, на которые не трогаешь, туда, наверх. Да, от колода сверху, на которую, в принципе, если ты берешь с одной трети внизу, то две трети можно заполнять вот таким образом, а одна треть должна быть свободной, чтобы проще было выбирать. Ну, да, 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 да. Я просто вот думаю, когда деревья же, они, ну, конечно, я понимаю, там есть старые какие-то деревья, уже кора обсыпалась, но у деревьев еще есть кора, такое вот устройство, которое защищает от перегрева, от каких-то там, неприятностей. Вот, может быть, если есть желание, чтобы особо жарко не было, то делать какой-то такой утеплитель, похожий на кору, или чем-то обвязывать, там обматывать таким, чтобы вот лишнего прогрева не было. Вот я помню старые картины, где как раз сверху ставили такие, как бы сказать-то похожие соломенные шляпки такие, когда связывали солому и вертикально ее ставили над бортами. И получалось над дулями, над бортами, над колодами, получалось такие, как у шапочки такие стоят. Это, наверное, хорошо с точки зрения проветривания, с точки зрения того, чтобы не было перегревания, а на зиму тогда уже просто закрывали. Ну, там вертикальная борть, она немножко другая у нее, другая конструкция, соответственно, вот там открыт верх, и сверху вот эта крышка, через которую выходит лишняя влага и так далее. Но, в принципе, колода, вот у меня все колоды стоят на открытом месте, и, в общем-то, так повального осыпания этих языков нету, там в одной обсыпалось, но ничего, они быстренько новой натянули, а эти я осенью там убрал. Потому что, когда я летом туда полез, они, вот эти обсыпанные колоды, они сползли прямо вниз, к нижней дверце, вот, я открыл, там нарушилась целостность, мед пошел, и они меня так хорошо покусали. А нечего лазить, куда не надо, да не вовремя еще. Пожалили, пожалили, да. Причем с третьего раза, то есть первый раз я так спокойно залез, посмотрел, что там такое творится, второй раз уже как-то агрессивно, а третий раз я вообще бежал далеко. То есть со второго раза ты не понял, тебе третий раз напомню уже совсем хорошо, да? Песенку Винни-Пуха не пел, нет? Я пчелка, 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 ой, тучка, тучка, тучка. Постоянно крыльца в голове. Причем, когда я сбежал от них, потом они вроде как от меня отстали, он бежал, я прилично там, может быть, там метров 300, 400, 500. А соседи, небось, кричали, пузо, пузо, сейчас выставим, я нано по банке меда потом пронизил. У нас участки там в Экаписирене по полтора гектара, поэтому соседей там тоже нужно найти еще, которые близко находились. Но когда я вернулся, причем был далеко от колод, то одна все-таки пчела, уже все снял, маску там, одна пчела все-таки прилетела и в шею меня долбанула. Достала тебя. А у тебя вот тут болит, на тебе. Да. Понятно. Ну, ясно, ну, зачем вот, не могу понять, что-то все-таки полезно, зачем тебе это надо было? Да просто интересно. Ну, вот. Ну, я любопытный, да. То есть, ну, бесконтактный порог, да. Ну, шишки получаем, да. Да, бесконтактное пчеловодство, оно, в принципе, вы можете и не лазить туда. То есть, ну, то есть, каких-то определенных манипуляций, пасов руками, вот то, что делают пчеловоды, такие классические с этими срамками, да, это необходимость. Нам это делать не надо колодникам. Ничего не надо делать. Только вот можно вообще их поставить, забыть про них, они все сами сделают. То есть, это и как бы и подкупает в этой бесконтактном пчеловодстве. Я помню, когда стоял вот эта колода на выставке, на экофестивале. Люди подходили туда все время пальцы ссывали, говорили, какая интересная бочка с дырочкой. Все время ты говорил, там пчелы, там пчелы. Спокойно. Пчелы. Да, ну, там, видимо, они просто недавно еще были, не так много их, поэтому так агрессивно себя не управляют. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Андрея. Видел я в Китае, как пчелы там вымерли в множестве великом. Есть ли у тебя мысли или информация, почему? ГМО, химия или что-то еще? Да, ой, с Китаем там вообще... Я, кстати, писал про это там где-то внизу, там в группе есть. Мне еще папа рассказывал, что вот при Мао Цзэдуне там, ну, вот знаете, как у нас тоже там поворот рек в другую сторону при советском правительстве были такие безумные совершенно идеи вот таких великих рек, которые там пересекаются сверху до низу нашу страну. И в Китае тоже такие были примеры, когда там на уровне правительства, чуть ли не Мао Цзэдун, они там нашли такую проблему, что воробьи, а их же китайцев много, что воробьи причиняют огромный вред сельскому хозяйству и склебывают очень много зерна. И вот им нужно этих воробьев, значит, уничтожить, тогда как бы у них будет больше урожая, больше зерна будет собираться. Это реальная история, я не шучу. То есть такой вообще... Да есть документальные кадры, когда воробьев телегами дохлых увозят. Так что... Да, маразм. И вот весь Китай как один, они, значит, во всех городах, там, селах, они просто вот поднялись, а у воробья такая есть как бы особенность, он долго летать не может, у него разрывает сердце, там, максимум две минуты, и все, он просто... Ну, просто такая птица, она не может долго летать. И вот люди стояли там на крышах домов, там, махали там палками, кричали, и всех воробьев гоняли, в общем, вот везде кто-то... Много китайцев, наверное, не меньше, чем воробьев. Вот. И воробьи просто падали, вот у них там пир, конечно, был, они съели всех этих воробьев, наверное, и вроде как бы классно, зерна много, но, блин, воробьи же не только зерно едят, они едят насекомых, вредители, и все, у них там началось такое безумство, что вот все это саранча, и все возможные вредители, так как у них практически основной их, ну, вот враг, который контролировал популяцию вот этих насекомых-вредителей, он пропал, и они размножились до такой степени, что они там сожрали все, все эти сельскохозяйственные угодья, которые были, и новая проблема, и они обращались вот в Советский Союз, чтобы им воробьев закупать у нас, просто вот, ну, я говорю, вообще такие очень удивительные вещи происходят в мире, и, естественно, они не смогли восстановить эту популяцию, и для того, чтобы контролировать каким-то образом вредители насекомых, они стали их травить, а яд же, он не действует выборно, он мочит всех, и, соответственно, всех пчел там во многих провинциях они просто уничтожили, и до сих пор, вот после Голландии, я вот где-то читал там, после Голландии, Китай, по-моему, на втором месте по отравлению почвы, вот этими пестицидами, гербицидами, и пчелы просто не живут, потому что, ну, проблема-то, так она и сталась, и даже есть фильмы такие интересные, что у них продается пыльца в магазинах, и люди лазят по деревьям, вот этим яблочным, например, и каждый цветочек опыляют, то есть то, что должны были делать пчелы, теперь делают как бы люди, вот смотрите, насколько глупые действия людей, которые не понимают вообще, ну, партийные, да, вот эти чиновники, которые приказали, вот надо так делать, и все, и до сих пор, сколько лет уже Мао Цзэдуна нет, а китайцы вот имеют вот такие вот проблемы, поэтому вот все, что там растет, на самом деле, все, что с Китая идет, оно вот неполезное, неполезное. Во всех случаях опыление ненатуральное. Еще неизвестно, чем они околачивают потом, когда собирают, вот это вот тоже вопрос. Да, а то, там стоят и околачивают непонятно чем, груши. Так, дальше идем. С этим ясно все. Нарада 314, вопрос такой, я от пчел далек, для меня до сих пор непонятен момент излечения меда. Не является ли это грабежом пчел? Ну, вопрос интерпретации. Можно интерпретировать, как грабеж, да, можно интерпретировать, как я дал вам жилище комфортное, вы делитесь со мной излишками. Ну, если так удаляться глубоко, ну, не собирайте мед тогда. Что тут можно сделать? По крайней мере, я же говорю, что мы оставляем им достаточное количество вот в колоде пчел, чтобы меда, чтобы они нормально перезимовали. причем это имеет как бы еще один аспект. Значит, пчел, есть такой момент раения пчел, наверное, слышали, да? То есть, у пчел включается инстинкт, если там какие-то погодные неурядицы какие-то там, да, погода влажная, медосбора нет, у них от безделия там они начинают закладывать маточники, раиться. И один из важных аспектов это пространство, в котором они живут. Если пчелы видят, что у них как бы нет места внутри, то они тоже начинают роиться. И в принципе для нас оно раение с одной стороны выгодно, если оно нам нужно, чтобы там получить новый рой, заселить новые колоды. С другой стороны, оно не очень выгодно, потому что мы теряем пчел. Так вот, если мы мед не собираем в колоде, то у них места, пространство становится все меньше и меньше, и соответственно они будут роиться, и колода такая может вообще израиться, и пчел не остаться в ней. Или остаться очень мало, и потом пчелы-воровки ее как бы в августе оприходуют, весь мед украдут, оставшуюся семью пчелину просто уничтожат. Вот есть такой аспект, очень достаточно острый момент в жизни пчел, потому что опять же человек влияет на это. То есть пасеки, которые есть в Подмосковье везде, там как производство меда. мед мы у пчел забираем, а зимой их кормим сахаром, например. Не я придумываю, это прям любую книжку открываете по пчеловодству, и там прямо написано мед забираем, кормим зимой сахаром, лечим и так далее. То есть они все делают по книжке, как положено. Соответственно, мед они забрали у пчел, и пчелы такие баааа, у нас меда нет, как мы будем зимовать-то, елы-палы. И они ищут халяву, летят туда, где можно этот мед своровать, в другие ульи, в том числе в колоды с нашим большим литком, и могут просто вынести весь мед и поубивать всех пчел. У меня такой случай был, и все это на моей шкуре, на моих глазах все это происходило. То есть соседи слишком много меда отобрали у своих, они пошли пащечник забрал мед, и пчелы полетели грабить просто-напросто. А ты без берданки в тот момент был, не защитил своих. Я понял. Перекрывается леточка, просто сеточка металлическая оставляется, очень маленькая, там, сантиметра три, вот, свободный выход, да, чтобы пчелы, охране смогли его контролировать. вот, потому что длинный литок, который, вот, он в этот момент играет несколько отрицательную роль, когда вот есть вокруг вот басики. Кстати, а зачем длинный литок-то делать? В обычных хулях он достаточно коротенький. А вот он, я уже говорил, благодаря этому длинному литку идет вентиляция. Ну, вентиляция, вентиляция, можно там где-нибудь несколько дырочек может быть сделать. Зачем такой один-то большой делать? Там две-три вот смотри, перед летом вентиляция вообще актуальна, потому что, вот смотришь, когда жарко, пчелы прям стоят на этой прилетной доске, если она есть, и вентилируют, гонят воздух туда внутри, чтобы была вентиляция. То есть, она вентиляция вот летом нужна. Зимой такая вентиляция не нужна, но пчелы сами регулируют. То есть, они на зиму затягивают вот этот литок прополисом и оставляют дырочки вот столько, сколько им нужно. То есть, вот сами, вот опять же, они сами все регулируют. То есть, не пачечник, который там вот в улях классических там закрывает, открывает эти летки, вот к осени там прикрывает, летом закрывает их. Пчелы здесь сами, они затягивают прополисом и прям видно, прям все замазано, остаются такие дырочки только и по всей длине. И вот там и вентиляция нормальная и так далее. Мы только закрываем вот, начиная, наверное, с конца июля надо вот такой сеточкой, через которую пчелы не могут прорезть, закрыть его снизу доверху, чтобы воздух, вентиляция была, продолжалась, да, но пчелы, как бы, воровки особенно не пролезли. Оставляем только вот маленький проход, для которой могут контролировать охранец и не пустят воровок, в том числе, там, ну и хищников тоже, если особо наглых. бывают годы, когда очень сильно размножаются осы, и вот их прямо невозможно. И вот у нас там в поселении было там три года назад такая, и у всех, кто вот не предохранялся, скажем так, побили все семьи. И в улях у кого там ули были, и в колодах тоже. Вот просто... И тут ловушки надо делать. Да, ловушки вот перекрывать таким образом. Я от себя дополню. Если есть желание и природе помогать, и в виде большого количества пчел, чтобы пчелы размножались в большом количестве, и больше был урожай различных трав, то в этом случае можно, наверное, сделать как? Ставите борт, ставите рядышком борт или уль еще один, вот, и после этого ждете, не трогайте тот улей или тот борт, в котором пчелки живут. Ждете, пока он полностью заполнится. Ну-ка, естественно, раяние у вас будет, потом все равно полностью заполнится, никуда не денетесь, как бы пчелы не старались кушать, все равно они или умрут, семья ослабеет, потому что они меньше трудиться начнут, ну или все равно они его покинут. Ну вот, дожидайтесь того момента, когда их убьют, или когда они покинут его, и после этого же можете медом пользоваться, если, конечно, к тому времени их не разворуют, потому что домик без семьи, он разворовывается другими, то есть не вы разберетесь, иначе другой кто-то разберет. Но вероятность того, что рядышком заполнится какая-то семья, аборт, тоже велика, но будете опять ждать, следить, когда же будет уничтожение этой семьи, и когда воровство там начнется, чтобы какой-то мед оставить, ну как-то так. В общем, выбирайте, или вы живете так, что разумно используйте мед в большом количестве, более чем в достаточном количестве, оставляя его на зиму пчелам, и зная, что они всегда с избытком производят мед на всякий пожарный случай, или вот ждете, когда или ослабеет семья, или когда она сама себя вытеснит медом. Ну как-то так. Или делайте хитрость, как некоторые делают, ставят дополнительные сверху пустые, вот как это, в ульях ставят еще пустой домик наверху, пчелы, когда заполняют нижний, они туда переселяются, после этого передвигают этот домик, который уже не совсем пустой, а этот забирает себе полностью с медом. Такие хитрости тоже есть. Насколько этот мед вам подходит, я не знаю, думайте сами. Для колод не знаю, для наклона как. Ну да, с колодами здесь сложнее, чтобы еще одну колоду пристроить как-то, но не так, с домиками проще, сверху поставил, да и все. Ну ладно. Чтобы пчелы не роились, просто нужно вот каждый сезон уже там начинается второго забирать мед. Успечет вам жизнь этой семьи достаточно долго. А так просто ставьте больше улей, ставьте больше колод, больше бортов, как вам больше нравится, чтобы природа процветала. Чем больше пчел, тем лучше. Да, урожайность растения вокруг повышается процентов на 40-50, благодаря тому, что у вас есть пчелы. И вот с колоды можно собрать вот такой стандартный там порядка 10-20 килограмм. Ну это зависит, этот объем зависит, конечно, от количества медоносов, которые вокруг растут. Вот у меня это видно на даче, например, там не очень много. Ну вот то, что там эти посадили дачники, а рядом поле, которое засевается кукурузой, и кукурузы, насколько я понимаю, там нектара не дают никакого. Вот. Они собирают там с лесных цветов, с иван-чая, вот цветет там где-то, собирают мед. А если у вас хорошие медоносы, там, ну там килограмм 10, наверное, с той колоды выходит, так собрать. А если вот у вас большие там и деревья какие-нибудь растут, там лип много, там и вокруг поля цветут, луговых трав все лето, там меда будет много, вот от этого зависит как раз количество, объем. То есть они сильно привязаны количество меда к медоносам, которые вокруг, к их объему. Вот тут сразу письмена такие пошли. А у моей тети под крышей пчелы живут. Ничего, хороший вариант. Никого не жарят, высоко сидят, все им видно. Да, можно под 30 колодок куда-нибудь на крышу. Ну, в общем-то, да, имитировать, как будто в каком-нибудь старом дереве там лесенку поставил, вынес куда-нибудь на восточно-южную сторону и хорошо им. Так, дальше. Ну, я думаю, что, наверное, на южную жарковато будет, а вот, где-нибудь там с восточной стороны в самый раз, когда они как раз проснулись. Хотя зимой, может быть, на враг тетло. Ну, ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Антона. Как при колоде воск и прочие дары добывать? Ага. Ну, в принципе, то же самое воск, вот вы собрали мед, вот у вас вот эти языки сот, вы пожевали, выплюнули или отжали, у вас воск остался, перетопили его обычным способом. в общем-то, и все, все просто. Прополис, вот, его много на летке, причем, когда там, вот я обратил внимание, когда весна наступает, солнце начинает уже греть, они даже сами, пчелы, его не убирают, а просто наступает тепло, и он стекает каплями вниз. Прямо леток, вот если внутри смотреть, он весь в таких жирных каплях. Вот можно собирать прополис оттуда, да. Что еще у нас? Пирга, да, то есть, снимаете эти соты, часто, ну, обязательно попадается в языках пирга. Это пчелиный хлеб, это пыльца с нектаром перемешанная, или с медом, да, то есть, это то, что пчелы едят, кормят личинок, очень полезный продукт. Ну, еще там у нас есть маточное молоко, ну, тут как бы сложно этот вопрос с маточным молоком контролировать, потому что искать вот в колоде вот эти свящи, маточники, не знаю, как, если их нет, вот как бы снаружи, то, без маточного молока где-нибудь купить его тогда, вот где оно продается, если вот есть такая необходимость. А так вот все, мед, воск, прополис, забрус, как бы пирга, вот все, все продукты присутствуют, собираете. То есть, ты все это собираешь? Да. Про маточное молоко сказал, что тяжело, ну, так довольствовались из тогда тортом птичье молоко, а вот тут еще было упоминание по поводу трутьевого молока. Ты что-нибудь про трутьевое молоко слышал? Ну, я так понимаю, это вообще, вот интересно, да, насколько я понимаю, что то, что рождается, вот, рабочая пчела или труть, это зависит вот там и от размера ячейки и от того продукта, которым кормят яичко, да, то есть, если положили обычное яичко в маточник, налили туда маточного молока, это мощный такой гормональный препарат, очень сильный, да, и она, эта личинка, это все время питается этим маточным молоком, из нее вырастает матка, соответственно, а яйцо, я так понимаю, одно и то же, вот, соответственно, трутень точно так же, у нее там ячейка побольше, и, наверное, состав, сейчас не помню, состав питания вот этой личинки отличается от рабочей пчелы, наверное, вот это называют трутнем молоком, ну, не знаю, как собирать его, тоже там в колоде особо не увидишь, это же, в уле, когда вы залезли туда, рамку вытащили, посмотрели, что там маточник, либо трутневые вот эти вот соты, да, тогда можно как-то вот этот, эту вещь воспользоваться, я так что-то особо не читал про трутневое молочко, ну, может быть, есть. В общем, отстал ты от жизни, короче, отстал. Да, да, ну, как бы не актуально для меня, поэтому. Ладно, ответ ясен, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замытища. Андрей, как купить нормальный мед, если в магазинах рядом только перекресток, да и пятерка? В супермаркетах нормальный мед бывает? Ну, трудно сказать, может быть, можно попытаться, но смотрите, супермаркеты, они работают по каким принципам, значит, для них основной принцип это цена. Вот, уважающий себя пасечник, он не продаст дешево свой мед, свой продукт. Вот, это раз. Во-вторых, вот, после советского времени у нас нету таких больших, огромных пасек, которые могли бы обеспечить вот, большие вот эти сети торговые нужным количеством меда. Поэтому, что они продают, вообще, очень сложно сказать, вот этот китайский мед, который медом-то не является. Ну, вот, да, я не знаю, что продается в супермаркетах, правда. Возможно, что-то там есть, но не буду говорить. Вот, вы думаете, да? Значит, если вы хотите покупать настоящий мед, хотя бы, ну, проверенный, что он не разбодяжен, в первую очередь, да, что это не китайский, вот этот пчелиный продукт. Здесь выход только один, то есть, это искать вот этих пасечников, которые продают этот, ну, у которых реальная пасека, а лучше всего вообще съездить на эту пасеку. Их, в принципе, там, если вокруг больших городов они есть. Может быть, там, где-нибудь за полярным кругом, скорее всего, их нету, да, а вот, как бы, в нашей, там, средней полосе каждый город окружен небольшими пасеками. Их можно найти в интернете, просто созвониться с этими людьми, встретиться и, как бы, наладить контакт и брать, покупать там мед. Вот, есть, ну, и магазины какие-нибудь экопродукции. Я уверен, что там тоже хороший должен быть мед проверенный, потому что, вот, у меня есть друзья, которые держат интернет-магазин с экопродукцией, у них, вот, они сами на эти фермы ездят, сами с людьми говорят, общаются с ними, смотрят, как выращивается продукция, используется ли там химия и так далее. Ну, скажем так, мед все равно там, как бы, пасечный, да, нет, там, колодного у них нету, то есть, там все равно может быть и сахар, и, но, по крайней мере, это вот не китайский продукт. Вот, в этом есть, как бы, надежда. А так вот, вот таким способом изощренным находить контакты людей, которые имеют пасеки и с ними взаимодействовать для покупки меда. Хорошо. Вот все, что могу порекомендовать на самом деле. Понятно, идем дальше. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Так, он пишет следующее. «Как отличить китайский синтетический мед от отечественного натурального?» Да никак. Я же уже говорил, если не были, что те способы определения качества меда, они не работают. То есть, китайцы настолько научились поделать мед, что даже вот этот фермент диастаза, который говорит, скажем так, о качестве меда, они искусственно его синтезируют, и те приборы, которые определяют, они молчат, они говорят, что да, это натуральный мед. То есть, определить его никак нельзя. То есть, они очень хорошо над этим поработали. И добавляют туда и пыльцу натуральную, и мед натуральный, который там в Алтае они скупают пасеки для того, чтобы продавать мед вот этот свой искусственный, но разбодяжный натуральным медом. Это вот к предыдущему вопросу, если вы хотите хороший мед, то ищите людей, которые сами занимаются, по крайней мере, там, часть этого меда. Он честный мед, но он может быть, я говорю, он все равно, если улейные пасечники, он все равно будет с лекарствами, это однозначно, и у кого-то с сахаром, да. То есть, приходишь к пасечнику и смотришь его глаза и спрашиваешь, ну что пасечник, у тебя настоящий мед, а он так хитро-хитро улыбается, говорит, а как же, а как же, я туда вот только что досыпал вот этого, а так мед настоящий. Ты вот такой вот, Андрей, да? Да, приходит весна, нет, я не такой, приходит весна, и вот магазины, которые занимаются продажей всякого инвентаря пчелиного, там, улья, демари, там, одежды и прочее, они начинают пахнуть аптекой, потому что вот весной и после зимы там все пасечники закупают огромное количество там лекарств, антибиотиков всяких для лечения пчел, и вот самый такой момент, вот, они просто превращаются в аптеки с таким специфическим запахом вот эти магазины, вот, то есть все, абсолютно все, вот, те, кто делает мед на продажу, тем более, в больших обнимах, они однозначно их лечат, лечат и лечат, и чтобы они говорили, они лечат, иначе пчелы будут дохнуть просто из-за больших объемов, да уж, именно из-за того, что они живут в улях, потому что ули вот эти рамочные, это придумано человеком, это неестественная среда обитания, им там тесно, им там неудобно, семьи слабы, потому что они там, эти рамки постоянно, каждую неделю нужно залезть туда, вытащить эти рамки, посмотреть, не заложены ли там маточники, иначе там израиться вся, живы ли пчелы и так далее, то есть, ну, производство, оно подразумевает целый ряд операций, вот, которые приводят пчелы в жуткий дискомфорт, ну да, нет ли там клеща, нет ли там грибка, да, соответственно, пчелы ослабеют, они болеют, у них низкий иммунитет, они не могут бороться с этим с клещом, они как бы добрые, конечно, вот, и соответственно, нежные, вот Андрея там гоняли по всему этому эко-поселению, а тут, значит, клеща выгнать не может, да, ну ладно, ладно, в общем, как определить, есть ли мед натуральный или нет, идете и нюхаете по весне, подходите к улю, ага, пахнет, все, брать не будем, значит, здесь чем-то брызгали, аптекой пахнет, все, значит, здесь мед уже не натуральный, вот такие рецепты, Ну, есть какие-то, да, рецепты определения меда, но вот, я говорю, там, китайский мед, он как-то трудно определяется. Не, с китайцами я вот зарекся, мед больше у них не ем, потому что они воробьев убили в свое время, все, мне воробьев стало жалко, я в отместку мед не ем. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Андрей, здравия, раньше мед хранили в сотах, в бумаге, в деревянных шкатулочках, так, чтобы окисление было меньше и не было доступа света. Сейчас же продается мед в пластмассовой прозрачной таре, через которую проникает солнечные лучи, тем самым негативно воздействие на качество меда, или продают в алюминиевых бидончиках, что тоже нехорошо. Как ты хранишь мед и в какой таре, а также как отличить некачественный мед китайского разлива от меда русского производства? Твои советы? Благодарю. Вот, видишь, вопросы уже повторяются. Да, ну, мы про хранение уже говорили, что, да, пластик, он как бы фонит, он выделяет вот эти вот там формальдегиды или что там есть, то есть он... Ну, не каждый пластик одинаково хорош, скажем так. Да, не все йогурты одинаково полезны. Вот, а железное, соответственно, окисление, я уже говорил, да, в первую очередь, и нарушение энергетической целостности составляющей меда, то есть, да, недопустимо. То есть, хранить либо в деревянных кадушках мед, либо, вот как вы говорите, там, в бумаге соты в темноте, либо в глиняных, глиняная посуда внутри воском, если она не глазурованная, вымазывается, потому что мед имеет текучесть, а эта глина такая, обожженная один раз, без глазурирования, она гигроскопична. Вот, ну, и закрывать тоже, вот там, холстинкой, которая пропитана воском, и в темноте, и при нормальной, там, комнатной температуре, градусов, 22. Вот оптимальная среда для долгого хранения меда, если у вас, как бы, его много, и можно его хранить, если вы не успели его съесть и раздать друзьям. Идем дальше, идем дальше. Про Тару поговорили. Здравия всем, каковы критерии хорошего меда, когда покупаю мед в банках, как определить, что он хороший? Благодарю. Ну вот, уже все про это говорили. То, что вы покупаете в магазине, я не знаю, что там про это. Нет, пришел человек к пасечнику, здесь такой вот вариант был, и спрашивает, пасечник, а у тебя свой мед или пчелиный? Ну, пасечник, опять же, я уже говорил, значит, пасечники все лечат однозначно, кто-то из них кормит сахаром, кто-то, которые такие не очень честные, честные, они на продажу, там, ездят на рынке, они разбавляют бодяж этот мед, ну, плюс ко всему, весь этот мед сто процентов проходит через металлическую медогонку, вот, и, соответственно, контакт с металлом уже есть, если он еще не хранится в металлической посуде или в пластиковой после этого. Так что, ну, из двух зол мы выбираем меньше, то есть, да, вы получаете такой мед, либо, вот, застраховаться от китайского меда, который совсем вообще не мед. Ну, и вариант, о котором мы говорим, это установка уся колоды на даче и получать сто процентов натуральный мед. Так, хорошо, вопрос в эфир от Владимира Изматеевич. Андрей купил недавно недешевый мед участников на так называемом эко-базаре, а он, собака, забродил через пару месяцев. Что я делаю не так? Скорее всего, или что с этим медом делать? Следующий, наверное, вопрос. Это вопрос, что с этим медом не так? Да. Нет, что я делаю не так? Он упрекает себя, что это он что-то сделал с медом. То есть, он большой пчел такой, который с этим медом что-то не то сделал. С вами, скорее всего, в порядке все. Не надо все на себя перетягивать. Владимир, с тобой все хорошо, ты правильная пчела. Если условия хранения были нормальными и не было источников для того, чтобы он грязная посуда и так далее, для того, чтобы мед забродил, здесь, скорее всего, такая ситуация. Даже эко-пачечники, да, все пачечники, улейные. Вы знаете майский мед, то есть, вот весной первое цветение, значит, этот мед быстро, если хорошее лето, там они наставляют магазины на этих улей рамочных, с рамками, да, пчелы заполняют активно, то есть, активный сбор меда. Значит, ну, вот это, в общем, принцип вообще вот тот, что существует в мире, ради прибыли люди идут на все. Значит, совершенно точно пасечники откачивают мед, особенно вот этот весенний майский, который еще, значит, он может быть на 60% только запечатан, то есть, пчелы, вот 60% меда, вот тот мед, давайте так, тот мед, который пчелы обработали как нужно, то есть, пропустили его много раз, там, через зобик, вот эти капельки меда в сотах, выпарили влагу, только тогда, когда этот мед, вот уже можно назвать практически медом, они его запечатают такой восковой пленочкой, заброс, который называется, и все остальное, то, что не запечатано, это нектар, и вот многие пасечники, они собирают рамки, в которых там только процентов 60, условно говоря, а то, может быть, и меньше, не знаю, запечатано, остальное в сотах жидкость, вот этот нектар, то есть, там много влаги, он не ферментирован, это не мед, это как бы сладкий такой нектар, и они его вместе с медом на медогонке выгоняют и его продают, соответственно, срок хранения такого меда, он может быть очень короткий, потому что вот это нектар, которого много, он как раз является там пищей для бактерий, и вот в нем активно размножается вот то, что там в воздухе у нас летает, и вот он способствует тому, что мед этот прокисает, то есть, бродит, вот, в общем-то, все просто тут. Я предполагаю, что все-таки это не совсем майский мед, поскольку он написал недавно купил, а недавно это у нас осенние дела, просто может быть недозрелый, невыдержанный мед, да, не до конца запечатанный, просто люди поторопились за прибылью, погнались, и прогнали все, что там было. То есть, когда прибыль во главе всего, как бы люди, ну, и ты, просто тенденция такая больше к майскому меду, потому что там, ну, как бы, они там начинают, что-то не в июне уже продавать майский мед, вот, но это точно так же и к остальному времени точно так же работает, то есть мед... Причем, причем в мае он весь их поголовно оказывает. Так, идем дальше. Вопрос от Владимира Змытища, Андрея, забродивший мед, это отрава для человека. Вот, видимо, про этот мед он дальше продолжает вопросы задавать. Ну, отрава, не знаю, если брать дрожжи, да, то продукт, как бы, выражение, там, спирт, да, это вырабатывают продукты, токсины, которые вырабатывают эти дрожжевые грибки, ну, наверное, и потом с него гонят еще более, там, токсичное вещество, С2H5OH, который считается почему-то пищевым продуктом, хотя является отравляющим веществом, там, со всеми побочными действиями, которые вы знаете, многие из нас, потому что мы живем в традиционном обществе, употребляющем алкоголь, вот, и, соответственно, любой продукт брожения, там присущи все эти вещи, и спирты, и какие-то СЕУшные, вот эти дела, поэтому я тоже, как бы, к медовухе отношусь так, достаточно скептически, потому что это все равно, вот, вещь, не для здоровья, скажем так, лучше его выбросить, этот, этот забродивший продукт, опять же, там, грибки могут быть какие-нибудь, вот, это все в организм попадает, размножается там, ну, так. В общем, если жабы не душат, лучше это дело куда-нибудь узнать. Да, понятно. Вопрос эфир от Антона. Заметно влияние электроволн на пчел или незаметно? Ну, я думаю, что, вот, все существа, которые не имеют такую высокую степень разумности, как мы, да, вот, наш разум, как бы, наш и помощник, и в то же время он, как бы, вот, восприятие тонкого мира совершенно глушит, и мы не развиваем эту часть. А животные, они, как бы, живут в комплексном мире, они воспринимают как физическую составляющую материальную, так и тонкую материальную. И я уверен, тоже, вот, как бы, что пчелы воспринимают вот эти вот силовые линии, электропередач, вот, вышки, которые ставят, они влияют на них. Да. Я, ну, как бы, не сомневаюсь в этом. Другое дело, насколько там сильно влияют, ну, что были такие разговоры, что, вот, последние, там, десятилетия, там, пчелы гибнут именно из-за этих сотовых вышек, но я думаю, тут как бы более прозаично, просто стали очень сильно, благодаря вот этой глобализации, стали просто травить вот огромные объемы растений пестицидами, и пчелы умирают именно из-за этого, семьи умирают, пчели. Но вот эта энергетическая составляющая, она, да, она влияет на пчел, насколько сильно, не знаю. Скорее всего, вредно это, да. Читатель, так представился он. Вопрос эфир. Как решается вопрос с кормом для пчел при отсутствии медоносов, их достаточного количества, или же богужел, как Бог даст? Значит, ну, если вам площадь, площади вашего участка позволяются, садите, сажайте медоносные растения, их много, деревья, кустарники, травы, там, гречиха, фацелия, козлятник, синяк, там, ну, продаются их много, вот, в магазинах природных, ну, которые торгуют растениями, сидираты их называют, медоносы, там, много семян, вот, засаживайте свой участок, если у вас маловато медоносов вокруг, деревья сажаете, то есть, оно, конечно, не сразу даст вам цветение, но, представьте, вот, поле, да, куда трава посеяна, оно занимает один объем, а дерево, которое растет вверх, оно занимает совсем другой объем, вот, и хорошая липа, она может там, я думаю, там, колоду точно обеспечить медом на весь сезон, если не одно, особенно, если не одно дерево, кустарники, много медоносов, вот, в группах, особенно вконтакте, я там постоянно нахожу какие-то интересные растения медоносов, выкладываю, и вот, тоже собираюсь у себя просаживать все это, вот, в этом году так активно этим заниматься, и деревья сажать, ну, для того, чтобы мед, у нас хватает, в принципе, медоносов, но, вот, мне хочется, и кустарники медоносные, чтобы оно и глаз радовало, и для пчел было приятственно, вот. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от Олега Зиркутска. Как в домашних условиях, с помощью простейших химических реакций, определить качество меда, подделку от натурального, или как метод производства меда, который ты представляешь, влияет на конечную цену этого продукта, и разнятся ли цена от других способов производства меда? Благодарю. Да, значит, первая часть вопроса, ну, много в интернете, на самом деле, всяких способов, я, честно говоря, не проверял. То есть, я вот как бы, когда тему изучил, я понял, что много меда, который нельзя использовать, продается, и я просто стал свой мед выращивать, условно говоря, и у меня этот вопрос не стоит. Ну, я не знаю, ну, почитайте, посмотрите там, на задаче в Яндексе, как определить качество меда, там куча ссылок выйдет, я уверен. Значит, по поводу второго вопроса, по поводу второго вопроса, да, конечно, цена сильно разнится вот на колодный мед и мед, который продается везде, да, то есть, это, ну, скажем так, ну, вот, как вы приходите в Ашан, да, и там вот куча овощей, фруктов, да, то, что стоит недорого, и, но мы знаем, как это производится, да, то, что производится для сетей, оно должно долго храниться, поэтому оно генно-модифицированное, оно там выращивается обязательно с помощью химии, что быстро росло и давало быстрый урожай, естественно, все это дело опрыскивается пестицидами, гербицидами, чтобы оно не елось насекомыми, вредителями, чтобы был, опять же, урожай, вот, либо вы приходите в магазин экопродукции, где цены, ну, существенно выше, вот, но, или там органической еды, да, и вы покупаете, но зная, что там нету химии, и там, вот, как бы, люди относились и к животным, и к растениям, так, совсем по-другому, чем это, вот, в больших объемах, и здесь с холодным медом точно так же, то есть, ну, вы знаете, какие цены там на рынке, там, в среднем, там, рублей 500-400 стоит мед, в зависимости, ну, в среднем, да, то холодный мед, конечно, он имеет другую цену, и, ну, вот, в среднем цена, где-то порядка трех тысяч рублей килограмм, и, в принципе, этого меда и нету, вот, у меня кончился мед, и мне нечего сейчас продавать, и на рынке его нету, то есть, это такой, ну, вот, кто интересуется бизнесом, да, такой интересный бизнес можно делать, в принципе, я, как бы, этим бизнесом тоже занимаюсь, вот, и расширяю пасеку свою, и дальше буду этим заниматься, то есть, вот, как бы, вот такая, потому что это мед, экологически чистый, да, этого меда нету на рынке, его нету, ребят, вообще нет, вот, сейчас уже вы его не купите нигде, то есть, осень прошла, там, единичные вот эти вот колодники, которые его продавали, натуральный мед, и их уже все, они все продали, и их мало, это вот, рынок только-только начинает развиваться, вот, это как вот уникальный продукт ручной работы, он стоит дорого, он должен стоить дорого. Ну, то есть, скажем так, когда задаете вопрос, а как определить химия, не химия, натуральный, не натуральный, ты просто говоришь, я определяю по вкусу, я знаю, что такое настоящий мед из моей колоды, и когда я беру другой, я скажу, мед это или не мед, сразу тебе становится понятно. По вкусу, я не знаю, как трудно определить, на самом деле, вкус очень сильно зависит от набора тех медоносов, которые вокруг цветут, если там липо, это, ну, понятно, там желтый, такой прозрачный липовый мед, акация, акация, там, иван-чай, гречих и так далее. Вот, чем чуть-чуть он, скажем так, по запаху, вкусу другой, так как этот мед очень долго сидит в колоде, то есть, там и год, и два, он пропит, очень сильно пропитан, а мед он запахи очень сильно впитывает, он пропитан запахом колоды, то есть, прополис, вот в первую очередь, да, то есть, вот такой сильный, не вкус именно, а запах прополисный, то есть, он отличается по запаху, вот, но, опять же, как бы, если вы не знаете, что это за мед, могут втюхать что угодно, то есть, надо брать у проверенных пасечников, либо самому, вот, мед совместно с пчелами создавать, вот, дальше Артемий, вопрос в эфир, сейчас пока нету возможности делать из бревна или досок, закупил пенополистирол, его планирую обшить вагонкой, далеко, конечно, от идеала, но колодная структура сохранится, изначальная суть не вмешивается в процесс, начать изучать пчеловодство, покупать колоды у нас не актуально, упрут, можно, например, конструкции колоды, по Анастасии, колода должна быть шире у основания, ваша по форме, по фотографии цилиндрованная, ваше отношение к пенополистиролу или пенополиуретану и улью из них, ну вот первая часть, по поводу там расширения, не знаю, у Анастасии там про это ничего не написано, про расширение, но в принципе, ну пожалуйста, можно делать расширение, если как бы актуально, по поводу полистирола, пенопласта, ну тут у меня отрицательно, я вот не хотел бы жить в пластиковом доме, потому что все это фонит, по-любому, все эти продукты, вот химические, они фонят, они выделяют там всякие, вот почитайте в интернете, куча всего, какие-то там фенолы, диоксиды или что-то еще, нет, не диоксид, что-то там, ну в общем, ну это пчел травит просто-напросто, они живут как бы в этой пластиковой среде, мы уж тут в городе вынуждены, да, тут много пластика, а так, кто в деревнях живет, ну в деревнях люди сильнее, здоровее, если не пьют, да, и психологически, и физически, вот пчелы такие же, натуральные колоди, они точно такие же, вот сравните там городского жителя и жителя из деревни, ну сейчас их практически не осталось, потому что деревни там уничтожены, там в нашей зоне там по центру на 50, но раньше города подпитывались деревенскими жителями, и вообще городские деревенских боялись всегда, я помню с детства там, ой, не дай бог там на деревенских нарваться, они по своим понятиям живут, и городских не любят, вот, но это опять как вот пчелы там злые, эти колодные, да, или дикие, и пчелы, вот которые в уле, которых пачник залазит, даже без маски, с голыми руками, там, они его не кусают, вот, это городские жители, а вот колоду, сунься, она тебе там даст жару, поправят тебя, да, в общем, слушайте, приорядливый ты какой-то, то тебе пенопласт не нравится, то тебе полиуретан какой-нибудь не нравится, тепло, сухо и хорошо, что ты сразу для людей-то отпугиваешь, ну, сбил домик там, картонный обшил, фрагонкой, давайте уж не делать, евроремонт сделал, в конце концов, какой-то прям ЗОЖ, прям ходя через ЗОЖ, не подойдешь тебе ни с какой стороны, все тебе не так, ну, ладно, хорошо, в общем, не делайте того, что неприродное, вот такой ответ, делайте то, что природное, чем ближе к природе, тем лучше, из натуральных материалов, идем дальше, вопрос в эфир от Олега из Иркутска, Андрей, ты вот как дока по меду, такой, с подковырки, вот он начинает всегда так, по-доброму, заканчивай, сейчас увидишь чем, скажи, есть ли осиный, шмелиный, муравьиный мед, или пчелы-монополисты на эту вкусность, если пробовал, не пчелиный мед, то в чем разница, и причина популярности именно пчелиного, почему, в чем она популярность, благодарю, а ну, давай признавайся, да, вопрос интересный такой, больше туда в жизни, значит, однозначно, кто из перечисленных делает мед, это шмели, в общем-то, они очень близки к пчелам по породе, да, то есть у них, да, тоже они, у них не соты, там такие бочечки с медом, они делают, им как бы питаются, в общем, организация шмели похожа на пчел, единственное, как бы, на зимовку фактически остается одна матка, она зимует там глубоко в земле, в каких-нибудь норах, вот, а все рабочие особи, они умирают, я думаю, уже поздней осенью, вот, потом матка выходит, ищет гнездо, делает там, откладывает яйца, или старое гнездо, если там оно сохранилось, что, наверное, вряд ли, потому что там вода, там, и так далее, все это дело, за зиму, как бы, идет такое обновление природы, и многие вещи, вот эти, оно же не глубоко находится, там, под поверхностью земли, там, в каких-то тоже норах, вот, по поводу осиного, но осы, вообще-то, как бы, не занимаются этим, правда, я слышал, да, что кто-то там осинник какой-то разграбил, увидел там мед, но это, скорее всего, осы своровали этот мед, где-то, или нектар, потому что, видно, иногда они там по цветам тоже лазят, собирают, но это для, но это, они не вырабатывают мед, то есть, они его откуда-то принесли, пчелы, как бы, мед вырабатывают, через себя прогоняются, из нектара делают мед, это, как бы, воровство чистое, я, честно говоря, один раз это слышал от какого-то знакомого, и нигде про это не читал, по поводу муравьев, ну, нет у них тоже, как бы, мед они вроде не делают, ну, я много, как бы, изучал, там, муравьев, термитов, всяких. Но они, в общем-то, муравьи особо и не летают, только самки крылышки выпускают, когда спариваются. Да, ну, там грибы выращивают, знаю, да, у них там грибные имплотации, может, тоже у них быть какие-то склады, сворованным каким-то нектаром, продуктом, допуская, но сами они мед не делают, нет. Нет, бывает, если грибов не тех съедят, может, и полетают немножко, но не с целью там мед набрать, так что я сомневаюсь, что они мед вырабатывают. Нет у них аппарата. Силобициновых грибов найдется. Нет у них аппарата для того, чтобы вырабатывать. Таскать, таскать, да, они там сладости набирают всякие, да, этим они могут заполнять, но это уже готовые сладости, это вот они пать могут собирать, вот то, что... Да, доить кого-то там, тех же самых, вот лю доить, вот они это набирают, идут кормить, может, какие-то запас складывают. По поводу оса, сколько я этих осих пчел у себя в деревне не разгребал, неприятные соседи, сразу скажу, что земляные, что обычные осы, но не находило там меда. Вот осы там живые есть, у них все-таки отличается, пчелы все-таки... Вот если мы смотрим на то, как устроены сами соты, пчелиные осины, вы поймете разницу. Осина она из папье-маше, это жеваная древесина, которая слюной обработана, получается такая вытянутая трубочка, похожая на соты, но они менее ровной формы, и там мед хранить невозможно, это только для личинок сделано. А вот пчелиные, это сделано из восковая структура, поэтому там и мед можно хранить, они не промокают, не намокают, не вытекают, и закупоривать их можно, и молодняк там разводить, поэтому отличие принципиальное. Да, вот кстати, да, как в бумажных сотах хранить мед, жидкий продукт, непонятно совершенно. Вот, и что я хотел добавить, что, по-моему, вот еще не только структурой сот отличается осинник, да, а еще тем, что, например, там у муравьев, шмелей, пчелы одна матка, а у ос, по-моему, их несколько. То есть я вот когда их там гонял, там видел, что очень сильно отличаются рабочие пчелы, и вот в осиннике там чуть ли не с десяток, но в большом осиннике таких определенных здоровых ос, которые вот могут, наверное, матками являться. Они крупнее раза в полтора, у них более яркая краска, вот интересно, тоже природа заботится. Я не знаю, когда я с осами воевал, я как-то у них это, не брал подписанный, как это, ультиматум, или как это называется, наоборот, акт о капитуляции, поэтому там не было подписано. У Лоранского не брала интервью. Да, не брал и не подписывал с ними, поэтому не знаю, сколько у них там маток, но суть в том, что отличается строение, самое, вот, у них жевалы есть, все-таки у пчелы жевал нет, вот, они по-другому устроены, хоботок вроде есть, в другой форме, у них нет аппарата, который бы позволял перегонять, обрабатывать, ферментировать, так что... Восковых желез, соответственно, нет. Да, так что здесь и производить-то нечем, я вот сейчас так думаю, смотрю, но по-другому устроено. То, что жало есть, ну да, жало есть, ну и что, это еще не говорит о том, что это пчелы. Идем дальше. Вот у вас жало для нападения и состав яда, а у пчел оно для защиты, то есть разные функции выполняют. Да, и если пчелиный все-таки яд, он может лечить в большинстве случаев, то осиный в меньшинстве случаев уже может лечить, как правило, он уже направлен именно на убийство. Он может лечить дурные головы, которые полезли в осинник. Не, ну бывают там еще случаи, когда вот, например, муравьиный яд, он близок к осинному, но муравьиный проще собрать, чем осиный, поэтому для прогревания, как так, муравьиный вот этот яд или муравьиный спирт потом еще его разделяют, для прогревания наружного, еще я могу себе предположить, но то, что там, ну что, многие пользуются. Вот, но то, что перерабатывать, именно вырабатывать мед, нет, я не видел, а то, что собирают уже готовый мед, грабят, это да, это есть, они что же сладкоежки, и ничего сладенького им не чуждо. Как люди собирают готовый продукт, а сами мед прорабатывают? Ну в общем да, только люди иногда для пчел хоть что-то делают, а эти-то ребята особо не делают. Идем дальше, вопрос в эфир к соведущему. Андрей, откуда такое утверждение, что мед теряет свои свойства при нагревании свыше 40 градусов? На Руси делают напиток-збитень, который в основе своей содержит мед. При приготовлении сбитня его варят около трех часов. Выходит, если следовать такому утверждению, что мед теряет свои свойства при нагревании свыше 40 градусов, тогда сбитень – это вредный напиток. Но люди, употребляющие сбитень, получают заряд энергии и не испытывают каких-либо страданий для здоровья. Что ты думаешь по этому поводу? Что я думаю? Я думаю, что, во-первых, обращаясь в наше прошлое, не все вещи можно принимать вот так вот, как чистую монету. Есть какие-то ошибки, и в том числе в кулинарии. Это, во-первых. Ну, по поводу сбитня, ну, да, сладкий он мед, это энергетик сладкий. Любой продукт, который подвергается термической обработке, он теряет свои качества. Я не знаю, что не теряет свои качества. И мед, в том числе, как очень тонкая структура, и энергетическая в том числе. Я уверен, что он теряет свои качества при термообработке. Ну, об этом очень много всего написано. Обратных утверждений я не слышал. Ну, вот, придумывать ничего не буду. То, что знаю, то говорю. И как чувствую. Я вот что думаю, если, конечно, позволишь тоже вставить пять копеечек. Дело в том, что, помимо того, что он сладенький, и помимо того, что у него есть определенный аромат и какие-то вкусовые отличия от сахара, там есть еще так называемые живые элементы, энзимы и ферменты. И в том случае... А не какие-то? Да. И в том случае, если мы начинаем нагревать, то где-нибудь уже поближе к 50, любой живой фермент, это где-то там 42-43, в зависимости от фермента, он начинает разлагаться. И в этом случае он теряет уже те полезные вещества, которые позволяют ему разложиться в организме животного без проблем, а еще и, наоборот, дать здоровье. Это примерно тот же самый вариант, когда опыт с живыми и вареными, или жареными, начиная от лягушонка и заканчивая яблоком. Проводились неоднократно различные эксперименты, и все, как один, показали, что если не термообработанный продукт, он разлагается в желудке животного очень быстро и надежно, там практически ничего не остается. А если он уже проваренный, прожаренный, то в этом случае уже сложнее его переварить. Тот же самый интересный эффект получается, когда, к примеру, человек употребляет сок выжатого лимона, у лимона у него происходит, или грейпфрута, у него происходит через какое-то время защелачивание организма. Казалось бы, он принимает кислоту, но защелачивание происходит. А если он применяет искусственный какой-то напиток, сделанный из кислоты, искусственной, лимонной той же самой кислоты, то у него происходит закисление. Казалось бы, в чем проблема? И та, и та формула кислоты одинаковая. Но, когда мы выживаем из лимона, когда выжимаем из лимона, мы получаем все-таки насыщенный ферментами и энзимами сок, где есть элементы для его переваривания и усвоения, и эти энзимы, эти ферменты влияют на рецепторы, влияют на все, что у нас есть внутри, и, в общем-то, происходит защелачивание. Если же просто голая кислота, то в этом случае получается другой элемент. Другой вариант взаимодействия с человеческим организмом. Я предполагаю, что, когда принимается сбитинг, сбитинг же, это не только сам мед, это еще и травы добавляют, которые кипятят и варят несколько часов, там целый комплекс. Поэтому что-то, возможно, теряется из природного медового, что-то вредное улетучивается, а взамен трава добавляет что-то свое, потому что, например, отравы, отвары, вернее, не отравы, а отвары, они как раз и делаются при помощи или бани водяной, или при помощи выжимки, или прогонки, или еще как-то. И травы менее подвержены вот этой потере, там много чего остается. А вот такие нежные вещества, как мед, который предназначен для непосредственного прямого употребления, он более подвержен потере. Поэтому и варят уже его три часа для того, чтобы, если что-то разложилось, то успело это улетучиться и вывелось как вещество вредное. И взамен те травы, которые туда добавляют, они дали что-то свое. То есть, здесь одно-другое компенсирует, плюс большое количество сахара, это влияет на человека, но сахара при этом все-таки природного, вот, это влияет на организм человека как дополняющей энергии. Поэтому сбитень имеет определенные плюсы, но нужно ли его употреблять? Я не знаю. Может быть, отдельно лучше отвар какой-нибудь принять, отдельно мед, пускай с теплой водичкой, принять, нежели чем сбитень. Это вот мое такое сугубо личное мнение каждому решать самому. Ну да, я тоже еще немножко добавлю, ну вот по поводу трав, да, конечно, они там теряют много, но какая-то составляющая остается. Но вот я в последнее время очень часто, я читаю тоже про травничество, какие-то вещи интересуюсь, и очень часто встречаю вещи, что вот сухие травы в порошок и просто глотаются, то есть, не без термообработки, вот там, щепотка, там, порошка вот этого. Или, например, вот взять, ну, известную такую штуку, достаточно полезную, чага, гриб древесный, да, который на березах растет. Так вот, во всех рецептах очень четко написано, что если вы его завариваете, то он, да, обладает там общеукрепляющими свойствами, но самое главное действие чаги, это против онкологии, и его в этом случае нужно просто заливать водой, ну, потому что при нагревании он теряет это качество. То есть, вот, вот, как бы, тоже дополнение к температурному воздействию на продукты, и в том числе в лечебных целях. Да, надо понимать, на мой взгляд, что каждый продукт принимается в определенном качестве, в определенном виде. То есть, если мы хотим получить какой-то вот эффект такой, то в этом случае необходимо принять живой продукт. Если нам нужен несколько иной эффект, то мы принимаем уже, например, там, сушеный, не совсем живой продукт, истолченый, к примеру, потому что порошками всегда лечили, и можно почитать в старых рассказах, там именно порошок аптекарь прописывает в первую часть, именно порошок, а не таблетку какую-то. Вот, и потом уже там всякие склянки-банки идут, но сначала порошок. Вот, и потом уже это принимается то, что вот настояна, например, на воде, то есть водка на воде настояна, или уже это отвар, то, что уже отварено, и уже современная медицина, она перешла к еще более упрощенной, и, на мой взгляд, извращенной форме, это спиртовые вытяжки, спиртовые настои. Вот это, конечно, совсем безобразие, на мой взгляд, потому что здесь уже очень-очень мало что остается, спирт уничтожает практически вообще все, но какие-то вещества все-таки остаются. Но если мы, например, начнем применять размолотый порошок, размолотый, то в этом случае тогда, наверное, эффект будет намного больше. Но здесь надо разбираться точно, в каком виде, в каком количестве и для чего. Идем дальше. Максим, вопрос эфир. Какое дерево лучше использовать? Дерево имеется, скорее всего, понял в виду, для постройки домика для пчел? Ну, лиственные рекомендуется, лиственные деревья используют для этого. Еловые имеют смолу, которая тоже выделяется, имеет резкий запах, и, скорее всего, мед будет с таким запахом, если пчелы там будут. Ну, будут жить, наверное. Есть примеры, вижу, делают люди из еловых деревьев, колоды, борти и так далее. Ну, вот момент тут смолы. Есть еще такая вещь, как энергетика дерева, знаете, для человека, например, береза, дуб, для женщин и мужчин положительная энергетика, осина отрицательная энергетика, липа, нейтральная энергетика, но как с пчелами это коррелируется, я не знаю, скорее всего, они как бы по-другому воспринимают, и на них вот эта дендротерапия действует по-своему, потому что я вижу, там народ активно делает из осин колоды, и говорит, что хорошо пчелы в них живут, вот, так что лучше лиственные породы, да. Так, идем дальше, вопрос в эфир от Михаила из Москвы, Андрей, в своем общении с пчелами ты практикуешь здоровый сон, в своем общении с пчелами ты практикуешь здоровый сон в ульях, и какое ощущение после этого, если попробовал, благодарю. нет, я еще в улье не спал, но я понял, о чем говорит наш слушатель, есть такие домики для сна, в которые встраиваются ульи, и вот благодаря энергетике, энергетическому полю, который вокруг роя, в улье образуется и вот этот запах прополиса, который дезинфицирует пространство воздушное и лечит, он оказывает благотворное влияние, нет, я не пробовал, но я буду делать себе вот такой домик, наверное, не один, только не ульи туда встраивать, а колоды, пока у меня там в голове так создается потихонечку этот образ, но вот как будет время, я буду делать, наверное, может быть, даже сделаю один этим летом. Ну вот, Данил вторит здравия с ведущим, Андрей, используйте ли вы своей практике пчелиные ули в качестве источников исцеляющей, ладящей силой жизни, ну, по-современному гармонизирующих, нормализующих генератору биоэнергетики? Благодарю за ответ, да. Да, это вот оно и есть, пчелодомики для здорового сна, для целительного, да, я не использовал, но планирую использовать. Понятно. Вопрос эфира от Артемия. Вопрос такой, главный, главный, сколько мёда с улья? Да. В килограммах или в граммах? Да, мёд с колоды, в среднем, мёд с колоды собирается от 10 до 20 килограмм, если вы, как бы, каждый сезон собираете, не оставляя вот таким способом, про который Алексей говорил, что можно вообще на пчёл, скажем так, не трогать их, и там через 3-4 года колода вся израится, пчёлы все улетят и останутся, колода останется полная, заполненная сотами. Или только сотами, но не заполненными, потому что разворот. пчёл, да, и тогда собирать. А так вот, в среднем, где-то 10-20 килограмм с колоды, вот такой стандартный, там, 200 литров, с учётом того, что, ну, это, количество этого мёда зависит от того, сколько у вас вокруг, какой у вас вокруг медосбор, насколько много деревьев, цветущих, кустарников, трав, и как они, с какой они периодичностью там цветут, насколько вот у вас хороший медосбор, там, в районе 2-3 километров, это вот как бы расстояние рабочее для пчелы. Они могут летать и дальше, но тогда, соответственно, долго они будут летать, и мёда тоже будет меньше. Вот ты, когда летом полез, тебя пожарили, а осенью лезешь, тебя уже не особо жарят, да, у них уже достаток. Ну, осенью, да, осенью, летом-то они все там летают, тепло, а осенью они сидят, вот после заморозков, они сидят в клубе, вверху колоды, в клубке, да, и вот вылезают, только посмотреть, в чём дело, там, охранятся, и они как бы защищают даже в холодное время года своё пространство, а летом там, конечно, когда тепло, там все пчёлы на тебя нападают, какие есть поблизости, и все охранятся, так что разница есть, большая. А чё лезешь, чё надо, и как, даст под глаз. Интересно, поснимать, опять же. Ну да, потом интересно себя в зеркало смотреть. Скажи, вот с обычного улья, ну, ведь намного больше получается, если учитывать, что он начинается с борта уже ранним летом, и заканчивается осенью. Да, но тут вот основной принцип-то, вот, помимо экологичности мёда, да, это то, сколько вы тратите на это время. То есть, улей классические, рамочные, это нужно, вот у меня товарищ, да, он каждую неделю ездит обязательно, у него улья стоит на даче, там штук, по-моему, максимум у него там 12 стояло, там дача соток 15 где-то. Вот, он каждую неделю едет туда, обязательно смотрите, особенно вот период, там, весеннее, начало лета, когда идёт роение, потому что вот это вот тесное помещение, конструкция самого улья, рамочного, оно способствует выработке большего количества мёда, но пчёлы роятся, то есть, ты не просмотрел, у тебя всё, израилось, улей израился, и всё, пчёлы улетели, нету пчёл, вот, и нужно постоянно, то есть, вы привязаны, получайтесь, а с колодой я её поставил, и могу вообще там, вот, вот реально, ребят, я поставил колоду, заселил пчёл, и всё, что я делал, это вот советовал мой друг, это делать не нужно было, и, соответственно, я выключаю вот, как бы, вот эту работу, которую я делал там, по совету товарища, и просто оставляю то время, которое я тратил на то, чтобы просто посидеть рядом, посмотреть, как там пчёлы ведут, и это тоже не является, как бы, вот, работы по уходу за этими пчёлами, то есть, вот, всё, что я сделал, это осенью, после заморозков, там, открыл дверцу и смёл подмор, который сыпался, чтобы он там за зиму не плесневел, вот и всё, и весной ещё больше подмора собрал, который там за зиму собрался, почистил улей, вот вся работа, кроме сбора мёда, всё, это к улю не относится, вот, к рамочному, вы привязаны к нему, и если вы ничего не будете делать, он израится, и пчёлы улетят, всё, либо заболеют, и, помрёт этот улей, возможно, где-то, вот, кто-то иногда, там, пишет, говорит, вот, у меня стоят улей, мы там ничего не делали, не делаем, ну, не знаю, такие редко бывают вещи, ну, вот, не знаю, и не лечат, но, возможно, есть какие-то отдалённые экологические места, где нет вот этого клеща варуа, а в тесноте, я же говорю, он, ну, и в тесноте улья, он, ну, размножается активно, и пчёлы ничего с ним не могут сделать, он сжирает пчёл, личинки, этот клещ, потому что в колоде, например, вот, с этим клещом, он просто, вот, наступили там заморозки, да, он ссыпается вниз, и ему далеко ползти, холодно, и они в клубе сидят, они там нагрели, этот клещ обсыпался, вниз колодой, туда, к нижней дверце, всё, они чистые, клещ помер, потому что ему жрать нечего, холодно на улице, и вот за зиму, фактически, они, себя от этого клеща избавляют, ну, не знаю, у меня пчёлы, вот, от клеща не умирали, там, другие причины были, там, вот, там, воровство, там, убили семью пчёлы-воровки, а от клеща нет, другими болезнями тоже не болели, так что, вот. Слушай, вот такой вопрос, ну, вот, понятно, стоят в саду, по-другому, там, три, три уль, я думаю, на семью вполне хватает, чтобы себя за глаза обеспечить, урожай мёда, да, чтобы так не насиловать пчёл, при этом самому не убиваться, и чтобы всё было хорошо и замечательно, но в саду растёт травка, иногда её косить надо, а я косить люблю, так помахать этой косой, обычной триммером, а косой, и как меня будут мои любимые пчёлки воспринимать в этом случае? Ну, пчёлки, смотри, ну, чтобы в глаз не попали, и потом не светил фонарём, надел эту маску, там, москитную от комаров, я вот до сих пор и пользуюсь, совершенно спокойно, вот, всё остальное, ну, не будет такого, что там на тебя 30 пчёл налетят, и начнут тебя кусать, или там 100 пчёл, но одна может прилететь кусануть, это во благо, потому что яд полезный, и она, вот я говорил уже, пчела всегда целит в какую-то определённую точку, там, видно, выплеск энергии ненужный, она его как бы гасит, ну, выбираю прохладную погоду, пасмурную, чтобы покосить, ну, недождливую, ну, можно пристроить, то есть, вот такие рекомендации, как бы. И такой вопрос, вот заселяешь ты большой улей на 200 литров, маленькой семейкой, как быстро она с весны успеет до осени размножиться, какое там будет количество? Ну, вот, по количеству не скажу, я просто могу сказать по, значит, от чего тут зависит, да, зависит, конечно, от времени, то есть, вот, самое позднее, это конец июня, это уже так рискованно, значит, лучше заселять там, вот как в мае, и у пчел будет достаточно времени, даже если маленькая семья, вот у меня, я специально проводил такой опыт, у себя там, заселял в колоду, очень маленькая семья оказалась, вот купили у пасечника, там несколько пчелопакетов, и у меня досталась очень маленькая семья, я поставил всего одну рамку с расплодом, чтобы матка не слетела, как я говорил, они очень хорошо развились, и вот меня кусали, вот как раз эти пчелы, то есть, они где-то там, ну, одну четверть колоды натянули так хорошо, и я думаю, ну, они хорошо перезимуют, то есть, чем раньше, тем лучше, и даже, независимо от размера пчелы, потому что, ну, у них хватит времени для того, чтобы и самим расплодиться, и меда много набрать, если уже близко к концу июня, тут уже как бы 50-50, то есть, ну да, они натянут, все равно они когда размножатся, но вот надо смотреть, вот у меня такие тоже есть колоды, вот буду смотреть, что там будет у них, то есть, тут как бы вот такие рекомендации, чем раньше, тем лучше, ну, раньше мы с вами как бы в мае, то есть, вот после зимы семья начала, натка начала работать там в мае, ну, в нашей зоне там откладывать яйца, через 20 дней там родились пчелки первые, и вот у них процесс этот запущен беспрерывный, и вот уже к маю семья окрепла настолько, что уже могут там пасечники, там, делить эти семьи для пчелопакетов, или начинается просто роение уже, там закладываются маточники и отраивается, ну, рой, он как бы самодостаточный по себе, то есть, это уже такая живучая структура, более живучая, чем, скажем так, искусственный пчелопакет, когда там выводится отдельно матка, потом делится семья, и в половину там подселяется новая матка выведенная, вот, она как бы, ну, все равно и такие работают системы, если в мае, там, в начале июня их заселить, и они как бы наберут достаточно меда, и размножатся тоже хорошо. А вот у нас сейчас самая распространенная, по идее, по России, должна быть среднерусская порода пчел, но еще существует Кавказский, еще и Карпатский существует, ты каких пчел предпочитаешь разводить? Ну вот, да, среднерусская, сразу, кто не знает, чем она отличается, значит, ну, по форме, по внешнему виду, она такая темная, более мохнатая, значит, это пчела, она раньше, вот, день начался, она раньше, например, чем южные пчелы, начинает работать, и позднее заканчивает, они злые, они лучше переносят зимовку, вот, более морозостойкие. Значит, для тех, кто начинает, и я пока, вот, тоже начинал, начинал с Карпатки, это пчела, в принципе, в нашей средней полосе, она нормально живет, и носит меда не меньше, чем русская, среднерусская, а то и больше, но она существенно добрее, то есть, если вот сравнивать, там, с породами собак, то, вот, среднерусская, это немецкая овчарка, а Карпатка, это Колли, то есть, ну да, кусается и та, и другая, но просто, немецкая овчарка, она там может напасть, там, и сильно покусать, а Колли, она такая добродушная, ну, сам кусается, да, вот, но в этом году я буду уже ставить себе в новые колоды, буду заселять русскую, буду смотреть, как она там со мной будет сосуществовать, то есть, Карпатку я уже изучил там за три года, да, нормально, ну, будем переходить на среднерусскую, вот, если все будет хорошо, то буду замещать полностью уже там. То есть, приключения ты ищешь, ты не можешь жить спокойно, тебе побегать нравится? Да, ну, на даче, конечно, и так и останется Карпатка, но в поселении у меня там поместье полтора гектара, поэтому я могу совершенно спокойно поэкспериментировать и с русской, среднерусской пчелой, у меня как бы крайний участок, ну, на краю он, не в середине поселения, да, и как раз там с краю стоят колоды, и, в общем-то, сам Бог велел, а там дальше разберемся. Понятно, ты, главное, с ними на русском языке начинаешь говорить, среднерусские же пчелы, поэтому они русский язык понимают, где-то с ветерком, а где-то и с метерком, да. Елена 777, главное, в общем, помедитировать правильно с ними. Елена 777, вопрос в эфир, они уже были, но прочитаю, а дальше пойдем дальше. Вопрос в эфир, сколько меда можно взять с одного уля, и второй, как отличить китайский мед от натурального? И тоже вопрос от нее же, а вы продаете свой мед? Да, ну, первый, второй вопрос уже мы проходили, много рассказал, как китайский отличить от натурального не могу, не знаю, даже прибор не различают, вот, поэтому предлагаю пользоваться или самим колодой ставить, или у проверенных пачечников покупать мед. Мед собирается с колоды, ну, если стандартная, там, такая средняя колода 200 литров, то там от 10 до 20 килограмм зависится, в зависимости от количества медоносных растений, и продолжительности их цветения, вот, в сезон, в теплый. Вот, продаю ли я свой мед? Да, я продаю свой мед, но он уже кончился, и сейчас продавать нечего, я жду следующего сезона. И мы расширяем свою пасеку, меду будет больше, вот, может быть, там, в ноябре в следующем, если вы сами себе колоду не поставите, то можете обращаться. Становитесь в очередь, называется, заказывайте места заранее. Я вам, да. Паровозик небольшой, всем места может не хватить. Ну, не маленький, да. Да, скажи, пожалуйста, а вот обязательно ли все-таки делать круглый, или можно квадратный сделать? Ну, в принципе, не знаю, я думаю, разницы особо нет, ну, там, если чисто там с энергетических точек зрения, там, да, сейчас модные, там, купольные дома, опять же, там, вот, угол, мы знаем, ребенка ставят, потому что угол стягивает энергию, когда ребенок расшалился, поставили в угол, там, часть энергии сошло с него, вот, как это влияет на пчел, не знаю, это насекомые, я уже говорил про энергетику дерева, у них, может, там, другая совсем система энергетическая работать, в принципе, квадратная колода, ну, по мне так внутреннее сечение не сильно должно отличаться от круглого, хотя, ну, энергетические вещи все, они, их люди не учитывают, наверное, круглые все-таки более гармонично, вот, кстати, вот, мед, который в дуплах, да, вот, я много про это думал, он же сильно отличается даже вот от колодного меда, почему вот вешают, вешают до сих пор еще там, ну, вот, башкирии, да, эти дупло, не дупло, колодные борти на деревья, в лесу там, потому что этот мед, то есть дерево имеется в энергетику, то есть пчелы, еще пчелиная семья поддерживается энергией дерева, подпитывается, и мед тоже пропитан дополнительно, имеет энергетическую составляющую, помимо роя, который наделяет мед, да, плюс еще энергетика дерева, то есть вот этот мед еще более ценен, чем тот, который у нас стоит в огороде, в колоде, вот, ну, это такие мои размышления, ну, я думаю, что так оно и есть, а там как бы выбирайте сами. Понятно, идем дальше, вопрос от Дмитрия, здравия всем, прокусывают ли пчелы одежду, в которой гость на фотографии, благодарю. Напомню, это фотография взята из фильма, где ты как раз, ну, показываешь летом, с дымарем стоишь, там и что-то рассказываешь, извиди, я ее взял, извиди. Да ничего, ну, там у меня такая одежда, достаточно просторная, я ее поэтому использую, то есть она не облегает тело, поэтому вот сквозь вот этот, как его назвать-то, ну, сквозь этот костюм, они не прокусывали. Ну, короче, стринги ты не носишь, это, слава богу, да, то, что называется? Да, в общем-то, вообще, вот мы там ставили 10 колод, клиенту заселяли там пчел, тоже 10 пчелопакетов, и, по-моему, вообще ни одна пчела не укусила. Ну, там Карпатки мы ставили, да, не средняя русская. Но они такие нежные, аккуратные, дорожелюбные. в общем, тем, кто только начинает первый раз пчелами, да, я всем рекомендую Карпатку, она как бы нормально живет в нашей средней полосе, и она добрая, то есть вы можете как бы, ну, нормально существовать, и пока как бы учиться, вот, дальше как бы выберите, ставьте среднерусскую уже, когда научитесь всему. Чем хорошо вот это вот колодное пчеловодство, да, вам не нужно изучать очень перед тем, как установить улей, как все это делать. Вы просто, ну, вот я вам говорю, что все просто. То есть вы поставили, и потом просто наблюдаете, изучаете, то есть все, вся учеба заключается вот в наблюдении за этими пчелами, и больше ничего. Там просто технически такие вещи, там, как мед собрать, останется у вас, и все. Все очень просто. подкупает вот эта простота, она реальна, то есть я не придумываю ничего, вот оно реально. То есть 10 минут в году, вот, ну, не исключая сбор меда, вот все, что вы тратите на, на одну колоду. Ну, в общем, да, есть простой принцип, в любом случае, ничего облегающего сильно не носите, то есть тонкого материала, и ничем не брызгайтесь таким вызывающим. Не особо пчелы это все любят. И если они не полюбят ваше пахнущее что-то, они потом ваше облегающее обязательно что-нибудь для свое запустят. Дальше. Сергей Скемерова, здравия с ведущим. У меня вопрос по конструкции колоды. Если вашу конструкцию сделать разборной по длине колоды, удобнее ли будет урожай собирать для пасечника и для пчел? Что вы скажете на это? Ну, взяли так, три доски так, отвернули, выгребли, и опять на место поставили. Значит, видел я конструкцию колоды, у ней не нижняя торцевая дверца открывается, а боковые, то есть вот как бы бок колоды, она такая же наклонная, все, но бок сделан как две дверцы, которые наружу раскрываются. Ну, интересно, в принципе, наверное, удобно. Я, кстати, планирую сделать тоже такую колоду, попробовать, насколько это вот как бы удобно. Я думаю, если как бы сохранять основную конструкцию, то можно разные варианты использовать. Единственное, там народ часто говорит, через верхнюю крышку там убирать, ну, верхняя крышка там гнездо как бы находится, и лучше его не тревожить. А все остальное, пожалуйста. Ну, вот я как пример сказал, да, боковая, одна боковая стенка, вот противоположная от литка, она вот имеет дверцы, которые открываются снаружи. Ну, наверное, да, так и удобнее мед вынимать, и наблюдать за ними тоже как-то так удобно, аккуратненько. Ну, да, да, вот можно сделать такую, к примеру, прямо на петлях, замочком с таким, две дверцы. Ну, это даже будет контактное, все-таки, пчеловодство. Контакт будет увеличен. Да, чуть больше, но, в принципе, при сборе меда это будет удобнее. Так, идем дальше. Идем дальше. Елена777, вопрос в эфир. А что вы знаете про мед суфле с малиной или другими добавками? Спасибо. Да, уже проговорил про вот эти все дела, и сам попал на них, на Акураевый башкирский мед вообще. Вот он стоит, 300 грамм я взял, и вот одну ложку я съел, и до сих пор стоит уже месяца три. То есть, вот этот суфле мед, вот, чтобы добиться вот этой консистенции естественным путем, это практически невозможно. То есть, есть метод, вот, создание крема меда, из натурального меда, но он очень сложный, там, очень долго, при особой температуре его взбивают, и все равно вот эта консистенция, вот этого суфле, крема, она все равно нарушается. То есть, мед потом все равно возвращается в свою, как бы, текучесть и так далее. И чтобы этого не было, вот, чтобы продавался, как он сейчас очень популярный, этот крем мед, это суфле из меда, туда добавляется какой-то эмульгатор, причем мед там проваривается с этим эмульгатором, и тогда он держит структуру вот этого суфле. И это уже не мед, это уже продукт какой-то медовый, вот, был вопрос про сбитень, то есть, все свои ценные качества этот мед потерял, осталась просто одна сладость. Вот и все. Да, да, согласен, а в другом, вот, я не могу понимать иногда такой подход, все необходимо почему-то покупать. Ну, возьмите малиновое варенье, там, процедите его через сито, чтобы косточки убрать, или протрите через сито вишневое, там, или какое-то другое варенье, чтобы у вас желе получилось. Возьмите мед, сколько вам нужно, ну, там, жменьку меда, жменьку этого варенья. Миксеры сейчас в доме у всех навалом, ну, нету миксера с чем-то еще. Мед, он быстро становится более жидким, когда с каким-то другим веществом связывается. И вот взбейте его, да и кладите себе, не знаю, в блюдечко, или прям ложкой оттуда черпайте, с чаем наслаждайтесь, или с чем-то вам больше нравится. Почему все время надо покупать? Только из того, что какой-то воздушный будет. Ну, может быть, воздушные какие-то там, как говоришь, мульгаторы, да, такое слово-то непонятное для меня. Тут просто немножко с другой стороны посмотреть. Ну, да, мы как бы живем в городе, и мы, вот, вся жизнь у нас как бы как белка в колесе, да, то есть мы не живем, не работаем, чтобы жить, а мы живем, чтобы работать. И у людей, несмотря на все, совершенно не остается времени, и очень многие продукты просто покупаются там готовые или полуготовые, и ни времени, ни сил в городе не хватает на то, чтобы готовить. Я понимаю, как бы, как бы и женщину, вот, задающую этот вопрос, и то, что ты говоришь, ну, вот, кто живет в городе, он находится вот в этих, как бы, селках. Люди в деревне, они, как бы, по-другому воспринимают жизнь, и там нет необходимости в том, что мы сделаем здесь. Ну, я сам это теоретически больше знаю, но, как бы, находясь в своем поместье, я это чувствую. Там хватает времени на какие-то другие вещи, и они более полезные, интересные для меня лично, и здоровые. Следующий вопрос от Артемия читал, что мед не имеет срока годности. Это так? Ну, если он правильно хранится, если это, как я уже говорил, в деревянной или в глиняной посуде, при, там, температуре, там, комнатной, там, 20-22 градуса, если он нормально проферментирован, если там нет нектара, который является пищей, там, для бактерий и грибков, и после этого мед может забродить, то есть, если это нормально, там, собранный осенью, без нектара, чистый мед, то, да, он хранится, потому что находит, там, в амфорах каких-то, глиняных, там, мед, который, там, тысячу лет пролежал, и ничего, он сохранил все эти качества, то есть, вопрос в том, что за, что это, что мы храним, что это за продукт, мед это или не мед, так что, да, он будет долго храниться. Сергей, 42, вопрос в эфир, из Кемерово, задает тебе, здравия, соведущим, у меня вопрос по конструкции колоды, что, оно это уже было, прошу, по два раза, не пишите одно и то же, а то потом, такие вот, непонятные моменты. Гать, вопрос в эфир, готов ли Андрей дать мастер-классы посредством программы TeamSpeak, если будет такая возможность, программа для голосового общения? Ну, я вообще готов для любого общения, просто напишите мне в личку, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Ну, это типа того же вебинара, когда ты сможешь проводить вот типа живого эфира, только вопрос уже не от меня, напрямую получать, а получать уже непосредственно от слушателей. Да, пожалуйста, я готов всегда, я люблю рассказывать о том, что мне интересно, люблю делиться с людьми, это как бы у меня потребность такая моя жизненная. Так что, я готов, пожалуйста, пишите там, Алексей, не знаю, там какие-нибудь контакты ты дашь. да, да, здесь все контакты, какие-то ты вот сейчас мне передашь, эти контакты я в эфире размещу. Вопрос эфир, как относишься к варенью на меду и как к сырому варенью, когда измельченные ягоды, фрукты, либо цедры и так далее заливаются медом, смешиваются и настаиваются? Ну, вот это вот второе хорошо, а если там термообработка, то мы уже говорили, что мед теряет свои основные свойства, остается просто сахар при термообработке, ну, сладость остается и все, больше там ничего нет. То есть, если это свежее, натуральное мед является, ну, натуральный мед, вот опять же, без нектара вот этого сырого, нормальный, проферментированный, запечатанный мед является хорошим консервантом и делают вот очень вкусное то, что я ел, вот это мед, облепиха заливается медом и там стоит долго и потом такая вкуснятина зимой, я облепиху безумно люблю, правда, собирать ее, конечно, тяжело, но вот и он тоже такой анти, не знаю, что сегодня про онкологию, но вот против раковая, она такая профилактика хорошая, видно, там что-то в организме исправляет мед с облепихой. Ну, да, здесь достаточно для себя просто сделать простой такой вывод, простой вывод, наверное, простое объяснение, что если вы хотите использовать природное, то необходимо природное использовать в натуральном виде, как можно больше, как можно чаще, для омоложения, оздоровления. Если же вы просто как пищу используете без намека на оздоровление или омоложение, то вы можете есть что угодно, запивая чем угодно и когда угодно. Вот, если же вы хотите совместить и то, и другое, то опять же возвращайтесь к природному варианту своего естественного существования, своего бытия. Это говорит о чем? Что варенье, ну, вот в данном случае, это не совсем, судя по всему, верно. Вот, что-то залитое чем-то, как мед, как консервант используется, то, наверное, да, более правильно. На мой взгляд, так. Чем меньше термической обработки, тем лучше. Если вы хотите, опять же, получить полезный лечебный продукт. Да, все так. Дальше. Вопрос в эфир. А стоячие колоды пробовал ставить? Нет, не пробовал. мне как-то вот, я присматривался к ним, но что-то мне вот, не знаю, мне ничего не нравится. Ну, в общем, наклонная колода меня полностью устраивает, скажем так, не то, что не нравится, она меня устраивает по конструкции, и все, я пока не двигаюсь в другие стороны. Понятно, удобно и доступно, и понятно, да? Вопрос эфира от Владимира Замотевича. Андрей, на фото у тебя колоды гибкой черепицы покрыты. А она из густых продуктов нефтепереработки сделана и обязательно выделяет летучие вещества при нагреве солнечными лучами. Тебя это не смущает? Ну, нет, это достаточно далеко, не в колоде самой. Ветер дует, все это сдувает. Нет, не смущает. так, дальше от Владимира Замотевича вопрос в эфир. Топинамбуровый мед бывает? Ну, если есть поля с топинамбуром, вот такие обильные, чтобы пчелы только на них послезь, и если он медонос, ну, вроде, да, там на нем шмели постоянно, и пчелы, наверное, тоже есть, не обращал внимания, у него немного растет, то, наверное, бывает, хотя очень много всяких таких интересных названий медов есть там, даже облепиховый мед, это вот не тот, про который я говорил, что облепиху добавили, а именно собран цветов облепихи, которая не является медоносом, и пчелы не собирают там мед, и много вот таких вот вещей, там подснежниковый мед очень тоже такая картинка ходит. Да, это круто, это круто вообще, подснежниковый мед. Замерзшие пчелы летают между сугромами. Они не летают, они выползают по снегу, протаптывают все тропинки в валенках, чтобы до подснежникового добраться, потом трое пчел напрыгивают, заползают, нагибают, а одна, значит, выбирает оттуда все, что там есть, и остальные так вот гуськом передают ведрышки для того, чтобы в улик себя занести. Ты просто отстал, ты немножко от жизни отстаешь, то есть пчелы, вот они выстраивают из мертвых пчел, погибших на сугробе эту тропинку, и уже по этим тельцам они от цветов до улья перебираются, потому что холодно, на снегу они сразу погибают. у нас правильные пчелы, у нас северные пчелы, они просто катаются на снегоходах, от ситка к ситку маленькие такие снегоходы. Моржи такие. Да, моржи, ну зачем, нет, есть и моржите, которые первые выползают, остальные валенка, дубленка, крылья не нужны, не могут летать холодно, поэтому они так, переползают, а дубленки, они тяжелые, еще помогают цветки нагибать, так что все хорошо, нормально. Ну вот, про пенамбровый мед, как бы. Вот, да, а вообще вспоминается анекдот, Гена, Гена спрашивает, Чебурашка, а изюм ползает? Ну вот, нет, не ползает, но вот опять не того наелся. Ну что ж, ну что ж, мы с тобой, в принципе, все оговорили, все вопросы, которые нам задавались, мы честно ответили, перебрали с тобой даже время немножко и наступает пора такая интересная задать тебе несколько вопросов уже от себя, так, чтобы утолить интерес, поскольку не все вопросы были заданы и, наверное, попрощаться с нашими радиослушателями. Вот скажи мне, если, давай так, вернемся к самому началу, если я захочу у себя на участке поставить колоду, первое, я могу сам ее сделать из толстой доски, причем на первых порах это не обязательно будет именно круглый, это может быть квадратный, но наклонный примерно с градусами 30, да, градус 30. Дальше, верхнюю часть я разборной не делаю, но делаю разборную только чтобы посмотреть, то есть она не рабочая, будет там находится семья, я делаю разборную нижнюю часть, чтобы эту пробку вытаскивать и убирать замор, там вычищать, вырезать излишки меда, которые пчелы, за которые уже не борются и скажут, а, пришел хозяин, ну забирай, ладно. Вот, дальше, весной, летом я туда не лазаю, зимой тоже не трогаю, залезаю тут только тогда, когда уже холодать начинает, и пчелы перестают вылетать. Это первый показатель, что сбор меда, время сбора меда пришло. Вот, так, дальше, высота, ну это можно по картинке посмотреть, какая высота, я думаю, экспериментальным путем она была подобрана, да, чтобы вот удобно было работать с этим, с этой колодочкой, и, в общем-то, просто по картинке можно скопировать. Крыша, которую вот Владимир Змытич написал, что она сделана из синтетики, где много испаряется, ее можно заменить на что-то другое, здесь сделано так, что просто, видимо, она не мокла, да, и снег туда не набивался, чтобы осадки обходили мимо, поэтому здесь, если Владимир что-то другое захочет применить, я думаю, что это можно применить другое, если вдруг захотели заселить, то хитрость применяется такая, покупается ранней весной, когда еще вся жизнь впереди, покупается матка с рамкой расплода, прикрепляется внутрь, наверх, вот как раз верхнее вот это окошко и может пригодиться, через которое закрепляется она, а лучше не одна, а две рамочки закрепить, да, уже такие готовые. Можно, договориться с пащечником, чтобы он дал одну рамку с расплодом, пчелы тогда более активно начнут работать, а матка останется, не слетит, то есть хотя бы одна, чтобы рамка с расплодом была. Если там в комплекте идет кормовая рамка, то ее можно на время положить внизу, чтобы с нее собрали пчелы мед и перетащили туда наверх, потом вытащить пустую рамку с сушью. Весной мы чистим колоду от подмора, который за зиму набрался. Ну, то есть открываем нижнюю часть и просто оваливаемся. Просто всыпаем там метелочкой, да, все это делается. Несложное занятие. Ну, вот в принципе вот это вот основное, что надо знать. И если вдруг по каким-то причинам не удалось собрать самому, ну, к примеру, там руки не с того места выросли или слишком сильно занят человек, или дама, например, не знает, что рубанок это не для того, чтобы колбасу рубить, да, вот, но не получилось собрать, ну, все это бывает. А в этом случае что делать-то? А меду хочется своего. Ну, можно приобрести готовую колоду, ну, и у нас в том числе, или кто там, если не в Москве, не в Подмосковье, потому что мы в основном по Подмосковью работаем из-за дальности, не из-за дальности, ну, ближе к нам, да, а... Ну, то есть, в Кемерово не повезешь колоду? Ну, это будет очень дорого старику дорого. И в Владивосток тоже не будешь оправлять. Очень дорого. Если опласят, как бы, дорогу, я съезжу с удовольствием в Владивосток, конечно. Билет для каждой пчелы персональный на самолет. И транспортировку колодок, потому что она весит там вот такая колодка, как на картинке, там сама бочка весит 50 килограмм, плюс еще вот эти вот стойка и крыша тоже килограмм, не меньше, то есть около 150 килограмм вся эта конструкция весит. И двоих нужно брать, потому что одному ее невозможно установить. Тяжелая она слишком. либо найти людей, кто торгует такими колодами рядом с собой у них заказать. Слушай, а такие случаи были, как у Ростова самих колод, нет? Ну, трудно ее утащить, тяжелая она. Не слышал я, не слышал. Ули воруют, знаю. Они просто поменьше, полегче, поудобнее. Громоздкая штука, там 150 килограмм, плюс еще там, если там меда, там килограмм 40-50-200 килограмм, такую хрень, там нужно иметь очень сильное желание, чтобы ее утащить. Не знаю, ну, я допускаю, что может быть чисто вандализм, да, там взяли ее, там уронили на бок. Вот. Ну, у нас народ-то разный бывает, допускают. Ну, это уж как бы от этого никто не страхован. Зверье мое, всякие там мишки косолапые в гости не приходят на колоды, нет? Ну, у нас-то в Подмосковье их нету. Там в Башкирии, да, там шалят, но вот они борти там наверху держат. Ули, которые они там вывозят, они охраняют. Ну, во дворы медведи не заходят, наверное. Вот. Я защиту ставлю от двух двуногих, ну, такую энергетическую по нашим славянским всем делам. Берданка-самострел, понятно. Пока работает. Нет, такие тонкие. Дубинка-мозгоклюй. Хорошо, я понял. Скажи, пожалуйста, вообще, насколько дорогое это удовольствие для того человека, который не умеет сам собирать такие вещи, как, например, колоды или борт? Да, ну, у меня есть, как бы, сайт, на котором эти колоды продаются, там, скажем так, комплект конструктор без пчел, сделай сам вот такой вот колоды, как на картинке, он стоит, по-моему, там где-то двадцать три тысячи. уже с пчелами. Подожди, ты по досочкам отправляешь, а дальше человек собирает. Да, 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 да. В виде посылки он получает. У нас несколько, как бы, у нас три, скажем так, пакета, как сейчас так модно говорить, то есть, конструктор для сбора колоды самостоятельно, если человек хочет сэкономить, значит, дальше комплект это наша сборка с пчелами вместе с установкой на место, и так далее, там стоит, по-моему, там порядка около сорока тысяч или там тридцать шесть тысяч. И то же самое, плюс там еще всякие бонусы, как годовое обслуживание, дымарьи, костюмы и так далее, там около пятидесяти тысяч. Но это, я говорю, это цены больше для Подмосковья, для тех людей, которые очень заняты. Ну, в принципе, колода недорого стоит, вот эта колода в сборе, то есть, куда бы вы ни обращались, она стоит дорого, то есть, может быть, чуть пониже, чем у нас, нам еще нужно доставить туда-сюда. Лучше, вот комплект для того, чтобы сделать бочку каркасную, о которой я говорил, из вагонки, там, из подрамников, столяр, вот, если заехать Леруа Мерлен, обойдется тысяч пять. Вот, без крыши, без ножек, все равно это дорого. Вы можете, ну, если вот, самое простое, что можно сделать, потому что выдалбливать из там цельного куска дерева или даже из толстых досок, они там совершенно неподъемные становятся, колоды, это очень тяжело. я хоть имею там третий разряд столяра, я не готов это делать. Зато лучше защита от воров. Да, ну, мне каркасные нравятся простотой своей в изготовлении и полегче чуть-чуть они. Ну, а задача тоже решается, пчелы в ней живут нормально, проверено уже. Ну, что ж, понятно, понятно, благодарю тебя. Остается нам только пожелать нашим радиослушателям что-то доброе, вечное, хорошее, чтобы душа развернулась, ну, и, в общем-то, попрощаться после этого. Пожалуйста. Да, дорогие мои, я вам как бы желаю здоровья в первую очередь, и чтобы вы обращали внимание то, в каком мире вы живете, чем вы питаетесь, потому что тело – это храм нашей души, и нужно содержать его в порядке. Употребляйте, питайтесь нормальными, здоровыми продуктами, меньше употребляйте всякой химии, которой много в организме накапливается, и так далее. Ну, я желаю вам счастья, радости, вот в новом году, потому что предыдущий год был очень тяжелый для многих, что-то все болели, и кто-то совсем уходил из этого мира. раз вы были в этом эфире, вы интересуетесь пчеловодством и пчелами, я вам желаю, чтобы у вас были рядом с вами вот эти маленькие жужжащие друзья, которые обладают только одними полезными свойствами, это и вас гармонизирует, это такая связь с природой, такая ниточка, особенно для городских жителей, оно интересно, оно полезно, и вот будьте ближе с природой, она наша мать. Вот. Да, как говорилось в советской предсказке, шутливо, береги природу, мать твою, и все тогда будет хорошо. Ну что ж, вот так вот шутками-прибаутками прошел наш очередной эфир, напомню, что сегодня по одному из современных календарей, 10 января 2017 года, вторник, по одному из старинных 31-й день месяца Белосияния покоя мира 7525-го лета шестица, бесконтактное пчеловодство, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Андрей Кожарский, автор-соведущий, разноплановый человек, всесторонне развитый, на мой взгляд, с очень правильным мировоззрением, и, в общем-то, добрый, раз добрый, то и желаю всем добра, а я только могу присоединиться к его пожеланиям, раз так, то присоединяюсь и желаю от себя. Добра вам, друзья мои, будьте счастливы, здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова